Доброе утро! Это программа «Утро нового дня» и сегодня с вами Дмитрий Попов, Александр Корнович и этот день мы проведем вместе с вами, точнее его начало. Сегодня у нас среда, значит самое время немножечко поднапрячься и сделать такой мощный рывок, потому что осталась вторая половина недели. Ну, сегодня среда, 13 ноября, даже не верится, что вот так вот эта неделя стартанула, на самом деле очень ярко, очень динамично, но мы сейчас по порядку вам все расскажем. У нас, в принципе, есть что вам рассказать, потому что мы по вам соскучились. Нас не было здесь в этой студии сколько? Две-три недели? Ну, по-моему, пару недель так точно, а сегодня утро точно обещает быть полезным и интересным. Это вы узнаете из анонса. Новости со всех уголков полуострова. Прямые включения из Евпатории, Керчи и Симперополя. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». А сегодня мы утром постараемся убедить вас, что в чудеса нужно верить. Представляешь, в Америке, значит, один парень, которого зовут Максим, решил, насмотрелся фильмы... Максим в Америке. Ну да, Макс. Что? Почему нет? В общем, он решил, насмотрелся фильмов про пиратов, написал послание о том, что он любит космос, птичек, собачек и яблони, и отправил это письмо в море. И уже забыл. А потом, спустя 9 лет, пришел ему ответ, как раз-таки по адресу, который он оставил в этом письме. И что ему ответили? Ну, ему прислали гражданин один. Кстати, вот это вот письмо проплыло 6 километров. И он написал, что вот... 6 километров? Да. Подожди, сколько времени, какой у нас возрастной интервал был между тем, как он написал свое письмо и получил на него ответ? 9 лет. 9 лет. И при том, что обратите внимание на то, что писал этот парень, что он любил. Ты перечислял космос, по-моему, птичек и яблоки. Да. Мне кажется, парень очень любит шарлотку, на самом деле. Не исключено. И, кстати, ответ пришел ему спустя время, и человек, который нашел, полюбопытствовал, что остались ли твои вкусы прежние, ну, конечно же, получил ответ «да». И, кроме того, ему прислали фоточку, вот место, как это было все найдено и так далее. О, ну, действительно. Но, на самом деле, мы все знаем, что вкусы меняются, и тем более, что не только с возрастом, а 9 лет, как ни крути, все-таки немало. Ну, а что меняется еще, так это новости, о которых я сейчас вам буду рассказывать, потому что все течет, все изменяется, и новостная повестка, она не стоит на месте никогда. Обустройство сел в приоритете крымской власти. А производство развивается нужно совместно с бизнесом. Об этом заявил председатель госсовета Владимир Константинов. В Симферопольском районе он посетил одно из бюджета образующих предприятий и социальные объекты. Подробнее в репортаже Елены Бережной. Они дикие, они очень приветливые, погладиться дают. Но главное, это, конечно, молоко. В хозяйстве 1350 голов крупного рогатого скота, в том числе 600 дойных коров. Одна дает 8,5 тысяч литров молока в год. Есть и молодняк. У местных фермеров особый подход к делу. Мы сейчас применяем сексированное семя, то есть осеменяем телок и получаем где-то 90% только телочек. Это специальное семя разработано, и мы знаем, уверены, что мы получим телочек. То есть бычков практически нет. А раньше было 50 на 50. Основное направление работы – птицеводство. На производстве все автоматизировано. Вот тут сортируют яйца по категориям и по весу. Просматривают дефекты, сколы, грязь. Кстати, главные на фабрике – вот эти несушки. Их 300 тысяч. Имеем мы кросс-доминант буры. Это чешская порода. Значит, на несушку мы получаем в год 300-290 яиц. На несушку в год. То есть это очень хорошие показатели. Развитие производства дает толчок и социальным объектам. В местной школе ждут капитального ремонта систем водоснабжения и водоотведения. Приведут в порядок и двор. Напротив – детский сад. В прошлом году дошкольное учреждение отметило 40-летний юбилей. Но только в последние годы в Журавушке начались перемены. Докупали новую мебель, новые стульчики, шкафчики в старшую группу. Новые парты мы, столы купили. В декабре, вот в прошлом году, у нас крыша отремонтировалась наша. У нас теперь хорошая крыша, не течет нигде. Сейчас детский сад посещают 67 детей. Очереди нет. Голова болит о другом. Главная проблема этого детского сада – снаружи. Вот в таком состоянии находится фасад здания. В капитальном ремонте он нуждается еще с украинских времен. Работы планируют начать в следующем году. Обустройство сел в приоритете для крымской власти. При этом развивать производство и формировать экономику в регионе нужно в партнерстве с бизнесом. С ними в связке и социальные вопросы. Наша задача, конечно, люди. Поэтому в этой связи и школа, и детский сад, и даже в таком селе, которое мы считаем крепкое село, потому что есть бюджетнообразующие предприятия, которые могут на него всегда переться. И мы видим, что оно им помогает. Тем не менее, проблем, сформировавшихся еще с развала Союза, полным-полно. Наш визит не останется бесследным. Мы, конечно, что-то поможем обязательно. Бездорожье – еще одна проблема, с которой на местном уровне не справятся. В ближайшие месяцы по Крыму начнется большая стройка, сообщил Владимир Константинов. Учтут и запрос по селам. Елена Бережна, Андрей Псом, Новости 24, Симферопольский район. Борьба за чистоту в Джанкоэ закупили новую коммунальную технику. Совсем скоро машины приступят к генеральной уборке улиц города. А наш корреспондент Евгения Довжик уже оценила их эффективность. Грязные дворы и дороги – наболевшие проблемы Джанкоэ. Пенсионерка Рейса Коваленко к таким пейзажам уже привыкла. Она ежедневно ходит в библиотеку. Чтобы настроение не портить, старается по сторонам не смотреть. Грязные дворы, особенно дворы в плохом состоянии. Я живу на Кирове, с Толстого заезжаешь, 4-5 этажки, 5-5 этажки Толстого. Дворы безобразные. На помощь дворникам и дорожникам приходит специализированная техника. Виталий Грицаев осваивает новый трактор с большой щеткой. На исходную включаем щетку в полотворомощности. Опускаем щетку на дорожку. Включаем первую передачу. И легким движением руки едем. Теперь жители в осенне-зимний период будут ходить и ездить по чистым дорогам. На новую технику большие надежды и у коммунальщиков. Проблема нашего города это прибордерная грязь. А имея один экскаватор с челюстным погрузчиком, очень сложно. И санитарную очистку производить, и благоустройство города. Поэтому эта техника будет работать на благоустройстве города. Очищать наши улицы от нанесенного грунта. Потому что в основном у Джанкои около 70% улиц это грунтово-щебеночные. В это время года чаще стирается и дорожная разметка. Пешеходные переходы и разграничительные полосы видно максимум три месяца. Раньше коммунальщики наносили дорожную разметку вручную. Теперь это дело поручено Михалычу. Такое название имеет эта машина. Здесь устанавливается банка с краской, которая подается в распылитель. Что заметно сокращает силы и время. Еще одна проблема города – мусор. И если во дворах жилых домов жители выбрасывают ТКО в контейнеры, то в частном секторе ежегодно приходится разгребать горы отходов. От одной брошенной бутылки, пакета или мешка строительного мусора в районе частного сектора очень часто разрастаются свалки. Теперь в Джанкои им объявили бой. На страже чистоты новая спецтехника с большими вместительными контейнерами. В такие баки можно будет складывать и строительный мусор. Теперь такие восьмикубовые контейнеры будут стоять на самых проблемных участках города, благодаря чему Джанкои сможет навсегда побороть проблему стихийных свалок. Семь новых машин с дополнительными девайсами уже в ближайшее время выйдут на городские улицы. Деньги были выделены из республиканского бюджета со финансированием местного бюджета. Общая стоимость средств выделения на данную технику свыше 6 миллионов рублей. В следующем году автопарк продолжит расширяться. Появится новая вышка для обрезки деревьев и крупногабаритные контейнеры. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкои. Медицинские кадры для села. Работать по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь смогут и специалисты предпенсионного возраста. Раньше возрастной ценз составлял 50 лет. Теперь правительство России сняло ограничения. Как ищут врачи, желающих поработать вдали от городской суеты, расскажет Елена Носкова. Кушаешь ты хорошо, больше у тебя ничего не болит, не беспокоит. Вере Ветровой сидеть в ожидании пациентов не приходится. Детский гастроэнтеролог – один из самых востребованных специалистов в сельской местности. Молодой врач трудится по программе «Земский доктор». Финансовая помощь в миллион рублей стала приятным дополнением к любимой работе. Я перешла в эту больницу чуть более года назад, потом узнала об этой программе, предложили поучаствовать. Сознала, что здесь не было никогда, насколько я знаю, детского гастроэнтеролога, по крайней мере, последние лет 20. Вот захотелось поработать поближе к пациентам. Чтобы найти медиков, желающих работать в сельских условиях, понадобились федеральные и республиканские программы поддержки. В этом году в планах Министерства здравоохранения Крыма направить в регионы около сотни врачей и фельдшеров. И в малые населенные пункты, и в районные клиники, такие как Луговская больница. В среднем прием врача идет больше шести часов. При этом есть и работа в селах. Это обозначено в графике каждого специалиста. Только в Симферопольском районе живут больше 160 тысяч пациентов. Узкий специалист, например, гастроэнтеролог, примет по 10-15 человек. О программе «Земский доктор» будущие врачи задумываются со студенческой скамьи. Планируют, на что потратить материальную помощь и как обустроиться на месте. Я живу в сельской местности, поэтому мне будет комфортнее вернуться туда работать. И я вижу в этом перспективы для себя. Также это перспектива в том, что я могу набраться опыта. Есть и серьезные аргументы против. Еще пять лет назад большинство потенциальных сельских докторов отпугивало практически полное отсутствие обустроенных амбулаторий и фельдшерско-кушерских пунктов. Сейчас мотивация поменялась. Я хотел бы связать свою жизнь с наукой, что невозможно сделать в селе. А также нет высокоспециализированной технологии, которая могла бы ставить с большой вероятностью точные диагнозы. И врачебная ошибка очень высока. Если бы все это было в селе, то почему бы и нет. Большинство молодых медиков предпочитают оставаться в крупных городах. Многие из-за возможностей для обмена опытом и престижа работы. Изначально изъявили желание работать в сельской местности более 10% выпускников нашего ВОЗа. На наш взгляд, решением кадрового дефицита в селе является целевой прием. Но целевой прием требует времени. Первые выпускники после введения программы появятся через 5-6 лет обучения для врачей и 4 года для фельдшеров. Альтернатива – привлечение опытных кадров. Правительство России отменило возрастной ценз в 50 лет для программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так же, как и по всей стране, заработает это с 2020 года. В связи с тем, что повысился пенсионный ценз, программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» снимает с ограничениями. Да, спрос есть, люди обращаются. Точное количество предпенсионеров, желающих присоединиться к программе, станет известно в следующем году. Всего в Крыму воспользовались финансовой поддержкой при переезде в сельскую местность 166 врачей и 18 фельдшеров. Елена Носкова, Рустам Файзулин, Антон Лукьяненко. Новости 24. А то, что в Симферополе новая назначена глава администрации, это уже давно не новость. Другое дело, что Елена Проценко, это как раз-таки глава администрации Симферополя, пожаловалась, что ей перестали по утрам присылать открытки, а стали спать, знаешь что? То, что? Фотографии с мусором. Ну, наверное, многих людей беспокоит, так сказать, экологическая ситуация в Симферополе, поэтому они отправляют послание на болевшем. Но, кроме того, Елена попросила в ответ, и сейчас мы процитируем немножечко, чтобы люди не присылали фейки, потому что некоторые фотографии, которые ей присылают, уже далеко-далеко давным-давно исправлены, и уже все хорошо. И, кстати, если ты уже заговорил о фейках, давай поговорим о фейковых руках. Ага, так сказать, надувных. Ну, в общем, что? Мы сейчас с Димой читали в Телеграме новость о том, что вот этот знаменитый Кирилл Терешин, который, ну, типа, руки-базуки, покажи, Дима, как он. Ну, конечно, мне моим рукам, да его рук далеко-далеко. В общем, этот знаменитый парень, которого, знаете, все пользователи сети, что он сделал? Он все-таки сделал операцию и вытащил весь этот синтол, который годами вкачивал свои руки, тем самым увеличивая себя бицепсы, трицепсы, все, что только можно. Но и дело в том, что у парня началось воспаление. Ну, в некоторых СМИ пишут, что началось, но мне кажется, оно уже просто пришло в пиковый максимальный момент, когда уже парня просто терпеть нереально было. Хотеть себе, сказать, иметь банки, но при этом ничего не делать для этого, чтобы начать скачать синтол. Я слышал, кстати, предысторию. Это он в армии был, и там у него был друг находчивый, говорит, а давай так сделаем. Он поддержал идеи. Ну, мы, на самом деле, можем вам показать сейчас как раз такие видеоматериалы, на которых мы можем увидеть вот эти вот самые руки-базуки знаменитые, которые знают все пользователи сети. Вот такие вот себе сделал искусственные бицепсы, да? Да, можно, так сказать, искусственные бицепсы, причем синтола. С помощью синтола, да, с помощью тех веществ, которые не стоит вкалывать, тем более в таких объемах, да, Кирилл Терешин таким образом прославился. Прославился на весь интернет, но тем не менее, чего ему это теперь стоило, какие последствия будут после операции, это, конечно, пока неизвестно, но вот так вот поиграть в следующий раз своими руками у нас может нескоро. Кстати, по поводу синтола, сам по себе синтол, он не вреден и был преднамеренно разработан, так сказать, медиками, допустим, если человек попал в аварию или еще что-то, и у него, допустим, ну, как бы получил серьезную травму, ему нужно, как бы, чтобы, допустим, там, часть руки, как бы визуально, чтобы она была. И для этого вкалывают синтол, или, допустим, часто его используют спортсмены на соревнованиях, ну, так сказать, чтобы плечи шире каталась, какая-то отстающая мысль, которую физиологически просто невозможно прокачать. Поэтому имеет место быть в организме, но только с умом. В нормах, конечно, да. Ну, а тем не менее, еще одна хорошая у меня новость, не только Кирилл Терешин избавится от своих синтоловых рук-базук, но и наш телеканал, между прочим, я хочу сказать, мы ни от чего не избавляемся, но мы, наоборот, приобретаем. Дело в том, что телерадиокомпания «Крым» дает возможность молодым дизайнерам проявить себя и заявить о себе на весь полуостров. Для этого достаточно просто позвонить нам, написать на почту, адрес, который вы видите сейчас ниже на своих экранах. И что нужно сделать? Нужно придумать макет самой невероятной, крутой, классной такой вот елки, которая может казаться абсолютно абсурдной, но, тем не менее, это будет та елка, которая просто креативная, она удивит всех, и телерадиокомпания «Крым» отлатит создание, а полностью возьмет на себя финансовое обязательство по поводу как раз-таки воплощения этой идеи жизни, если ваша елка кажется самой клевой. Мне кажется, это действительно классная новость, особенно для каких-то вот дизайнеров-аматоров, которые хотят о себе заявить, но, допустим, определенных средств для этого нет. Смотрите, то есть по факту мы реализуем, ну, воплоти, грубо говоря, вашу затею, еще пригласим нас в гости, и вот пообщаемся с вами, как вы пришли к той или иной мысли, может, какие у вас были другие наработки, обязательно с нами поделитесь. Ну, а тем временем мы предлагаем вам сейчас посмотреть погоду, потому что к теме дизайнеров мы вернемся чуть позже. Ой, к погоду, подождите, я хотела сказать анонс. Ну, вот, значит, будет анонс. Опера Джузеппе Верди и Травиата – одна из самых исполняемых произведений на мировой сцене. Ее сюжет основан на полубиографической драме «Дама с камелиями» Александра Дюма. Как считают музыкальные критики, постановка посвящена Виолетте и трем ее воплощениям – легкомысленная красотка, страстная любовница, самопожертвенная возлюбленная. Этот трагический образ исследователи связывают с первой женой автора. Сюжетные перипетии спектакля «Охота жениться» вращаются вокруг молодой семьи. Наполовину полный или пустой. Во время свадьбы разгорается спор между пессимистом и оптимистом. В итоге они сходятся в непримиримой и очень комичной схватке черного и белого. Это очень смешная притча о том, за какими морями отыскать золотую середину. То самое пространство мечток, где всем было бы хорошо и все были бы счастливы. О невероятно противоречивом и богатом космосе, который скрыт в каждом. Постановка «Старший сын». История начинается холодным весенним вечером, когда двое только что познакомившихся молодых людей оказываются в знакомой многим ситуации. Они опаздывают на последнюю электричку. Их мучает голод, им некуда идти. В поисках хоть какого-то укрытия герои попадают в дом. И чтобы подольше остаться там, один из молодых людей неожиданно представляется сыном хозяина. Тут и начинается самое интересное. Музыкальный спектакль по следам бременских музыкантов – это танцы, песни, ростовые куклы и интерактив со зрителями. Прекрасная подзарядка яркими эмоциями для детей и взрослых. Начало в 13.00. Мы обещали вам анонс, так сказать, культурных новостей. Вы его получили. А кроме того, мы еще заикнулись и про погоду. Значит, самое время о ней поговорить. Итак, мы уже готовы приступить к анонсу погоды. И начнем, конечно же, со столицы. А у нас в Симферополе ясно, без осадков. Ветер восточный 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью до 10 градусов тепла. А днем же поднимается на 8 градусов и становится с 18+. В Симферополе солнечно и без осадков. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12. Днем столбики термометров поднимаются до 19 тепла. Что же касается ЮБК. Там ясно, без осадков будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов. Днем плюс 17 тепла. В Керче 13. Без осадков и так далее. Ветер в северо-восточный 7 метров в секунду. Днем столбики термометров покажут до 13 тепла. Ночью до 9 со знаком плюс. Что же касается в Армянске. Сегодня там ожидается ясная погода без осадков. Ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 9. Днем воздух прогреется до 13 градусов. А еще у нас, кстати, в запасе немножечко есть сведения и о топливе. Итак, что же касается газа. Газ у нас 22 рубля 68 копеек. Дизельное топливо 50 рублей 24 копейки. 92-й бензин 44 рубля 60 копеек. 95-й 49 рублей 12 копеек. И самый дорогой 98-й 56 рублей 45. Это еще не все для бизнесменов, так скажем. И тех, кто решил поменять валюту, у нас тоже припаслась небольшая информация. И мы скажем, что пока свои позиции теряют как доллар, так и евро. Доллар стоит 63 рубля 85 копеек, а евро 70 рублей 42 копейки. Так что все попадало. Кроме того, у нас еще припаслись небольшие, так сказать, новости для добряков. Потому что если у вас есть денежки, то использовать их лучше с умом, а лучше всего сделать какое-то хорошее, доброе дело. Хорошо, давай тему валюты продолжим. Ну, это не совсем тело валюты. Смотри, вот самое главное, знаешь, мне кажется, счастливые люди не тех, у кого много средств, а тех, которые знают, как их использовать. На самом деле, абсолютно ты прав, потому что иногда вообще не понимаешь, что тебе нужно в первую очередь. В это время покупаешь. Ну, вот как это происходит у меня, я расскажу. Я вот, допустим, хочу купить, приобрести какую-то одну вещь. В это время, пока я ее выбираю, я покупаю 10 других, а то, что мне нужно изначально запланированно, оно как-то остается на потом. Но это все. Это я так добавлю. Саша просто на днях себе ремень очень классный делал. И рассказывал ему, когда шли на работу. Об этом не знал мой муж. Да, уже все. Сколько стоит этот ремень? Ладно. С другой стороны, мы, кстати, можем продолжить тему, но в этот раз не растрат, а наоборот сбора. Например, сбора мусора, потому что вот сейчас на своих экранах вы можете видеть видеоматериал, как волонтеры, активисты, волонтеры, грузят как раз-таки мусор, который они убирали на косе Беляус. Убирают они на этой косе раз в месяц, присоединиться к этому движению, оно называется «В защиту крымского побережья», может любой желающий. Поэтому что действительно коса Беляус, она одна из красивейших мест, мне кажется, на полуострове, потому что чистое такое лазурное море. И в том-то и дело, что как приезжие гости с материковой части нашей страны, в принципе, туристы, так и наши крымчане, они, приезжая сюда на отдых, очень часто уезжают и при этом забывают собрать с собой мусор. Так вот, ребята собрали просто огромное количество мешков, все мы видели, в какую большую машину их пришлось грузить, и это только за один субботник пришлось вывесить чуть ли не КАМАЗ. Но и все мы понимаем, что мусор там еще остался, да, допустим, ну как бы они хорошо не убрали, но всегда есть над чем работать еще. Но всегда есть еще не один десяток рук, который готовы помочь. Кроме того, так совпало, что мы вот озвучим такую позитивную новость, а сегодня, между прочим, уже как 19-й год подряд отмечается День Добрых Дел. С добрыми делами нас, Дима. Да, с добрыми делами, вот как-то на твое усмотрение самое доброе дело, ну вот, чтобы ты вспомнила, что вот тебе кажется, вот прям, я молодец. Я, наверное, не испортила кому-нибудь жизнь. Все, нет, не знаю, добрые дела, их нужно делать постоянно, и самое доброе дело – это быть человеком по отношению к другим людям. Абсолютно. Если видишь, то можно машину толкнуть, ее нужно толкнуть. Да, ну или почему, и не бояться замарать все свои руки. А вот, допустим, у нас есть девочки-коллеги, которые вообще тоже умеют такие классные добрые дела делать. Например, приходишь на работу, а там уже пирог стоит, и ты думаешь, вот это поворот. И уже весь день проходит на позитиве, казалось бы, стороне одного человека. Интересно, какие пироги принесет ли нам пирог Таня Балыкина, потому что она сегодня на стриме, она готова уже, наверное, связаться с нами и рассказать, как там дела в Симферополе, потому что вот ты недавно рассказал про погоду, а Танечка Балыкина, может быть, хочет нам рассказать еще что-то новое. Сейчас проверят, так сказать, на себе все или хорошо. О, добречка. Прям свежесть такая с утра. Снова доброе утро, коллеги, здравствуйте, крымчане. Да, конечно, я уже нахожусь на улицах города. Надеюсь, что вы пока дома в тепле уже успели себе заварить крепкий кофе или вкусный чай и готовы встречать утро вместе с нами. А перед тем, как вы выйдете на улицу, хочу вам сказать, что здесь достаточно свежо и прохладно, потому что сейчас температура всего 11 градусов, и несмотря на то, что не ветрено пока, что всего 3 метра в секунду ветер восточный, в любом случае сейчас достаточно прохладно, и я даже немного, честно говоря, жалею, что не взяла с собой шарф, потому что на мне легкая водолазка, пальто, джинсы, и я думаю, что, конечно, было бы лучше, если бы я прихватила с собой шарф. Поэтому вам советую утром не забыть с собой взять что-нибудь потеплее. Я уже успела посмотреть на то, в чем люди гуляют по городу, в основном это где-то даже пуховики, потому что утром, правда, холодно. Видела только что и девушку в футболке, но она, видимо, уже совсем понадеялась на то, что днем потеплеет, а днем температура поднимется до плюс 23 градусов. Это, конечно, замечательно, но утром лучше перестраховаться, и чтобы не замерзнуть, не заболеть, надеть что-нибудь теплое. Кстати, вот только что возле меня выключили фонарь, а на самом деле еще не расцвело, потому что рассвет сегодня мы будем с вами встречать в 7.36, так что мы с вами еще гуляем по предрассветному Симферополю на самом деле. Еще вам хочу сказать, что в прошлом году в этот же день было намного прохладнее, ветер был в Симферополе сильнее, и температура была 0 градусов по шкале Цельсия. Также хочу отметить, что 130 лет назад, да, синоптики ведут подсчет этих данных, 130 лет назад в этот день, вот за 130 лет, в самом теплом этот день был в 1917 году, плюс 25 градусов, а самым холодным в 1993 температура опустилась до минус 17 градусов, только представьте, насколько было холодно, и, конечно, сейчас бы мы не гуляли в легкой одежде, потому что днем, правда, будет очень тепло, и лучше всего взять с собой какую-нибудь сменную одежду. Я, например, на работе всегда храню легкую куртку или, в принципе, пиджаки, в которой можно будет переодеться, чтобы не париться в пальто, так скажем. А на этом я желаю всем бодрого, доброго утра! Вы теперь знаете, как вам лучше одеться, чтобы не замерзнуть с утра, и чтобы днем не было жарко, а коллеги, передаю вам слово. Вот, Анюш, действительно, правда, самое главное, чтобы не только жарко не было, но и холодно, поэтому заранее говорим, что стоит все-таки подумать о гардеробе зар... Заранее? Да, главное, чтобы не заболеть. Да, главное не заболеть, а тем нашим коллегам и вообще телезрителям, которые уже болеют, мы желаем скорейшего выздоровления. Ну, а как вообще можно профилактики добиться, да, вот гриппа и простудных заболеваний, расскажет уже Александр Конан. В холодное время согревает, в теплое создает уют и комфорт. Плед и чай – универсальный набор, который помогает бороться с грустью. Но и это не спасает, когда ты болен. С Максимом Ивановым это обычно случается в самый неподходящий момент, когда от него требуется максимум производительности. Сразу эти температуры поднимаются, голова начинает болеть, не знаю, кости ломит. Уже каждый год, каждый год одно и то же. Уже надоело. Пусть таблетку придумают, какую-то таблетку, которая вылечит от простуды. Зачастую многие пытаются заниматься самолечением, ставя себе диагноз с помощью информации в интернете. Что не всегда эффективно, а порой и очень опасно, ведь препараты имеют много побочных явлений. Неправильное питание, частые стрессы, резкие изменения погодных условий и, конечно же, ослабленная иммунная система. А все это приводит к заболеваниям в холодный период времени. Что же необходимо делать для того, чтобы избежать неприятностей со здоровьем и какие методы профилактики следует применить, мы попробуем в этом разобраться. У каждого на этот счет есть свое мнение и свои способы поддержки иммунитета. Чаечек пью с вареньем. Как можно больше. Лежу в кровати. Физкультура, витамины. Свежий воздух. Холодный душ каждое утро. Это минимум. У меня наоборот. Горячий душ и потом холодные обливания после него. Эти способы оздоровления и профилактики индивидуальны. Тут нужны средства, необходимые каждому человеку, которые не имеют побочных действий. Неспецифические, как мы их называем, факторы укрепления иммунитета человека, они, безусловно, помогут, с одной стороны, избежать или легко преодолеть вот этот сезонный, фактор снижения иммунных сил. К таким факторам относятся закаливание, физические процедуры, отдых, отсутствие вредных привычек. Доступны и знакомы каждому человеку, но мало кто их придерживается. Также немаловажную роль в лечении и профилактике играют народные средства. Традиционно, которые мы всегда слышим, это чеснок, это чай с малиной, мед, это... Чай с лимоном. Лимон, да, пожалуйста. То есть все это не вредно абсолютно. Поэтому, ну, в конце концов, сейчас осень, пора, когда на, что называется, на прилавках или на рынке есть масса овощей, фруктов, ягод, которые сами содержат много полезных веществ. Но если болезнь застала вас врасплох, самолечением лучше не заниматься. Обратиться к врачу. Придерживаясь таких простых советов, вы можете обезопасить себя, ведь профилактика – лучшее средство для защиты. А всем известно, что предупредить болезнь всегда лучше, чем ее лечить. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. А еще я слышал, что счастливые люди не болеют, а чтобы поднять себе настроение, можно и потанцевать. Ну, главное танцевать, уметь танцевать, а вот как нужно учиться, нам расскажут сегодня наши гости. В гостях у нас две очаровательные девушки. Это... Екатерина Полищук и Даяна Дж... Правильно? В хит-джазе, да? В хит-джазе, да? Правильно. Отлично. Обе руководительницы. Студии танцев. В хит-джазе. В хит-джазе. В хит-джазе. Доброе утро, девушки. Расскажите, пожалуйста. Доброе утро, доброе утро. Надеюсь, вы не жалейте, что так рано стали и приехали к нам? Нет, конечно. Мы привыкли. Почему? Потому что спортсмены закалят. У нас очень часто соревнования начинаются очень рано утром, поэтому, в принципе, для нас это была не проблема. Расскажите пару слов о своем пути, как вы к этому пришли, или тоже, наверное, маленькие с детства звездочки были? Да, мы начали заниматься, ну, я начала в шестилетнем возрасте заниматься, и, как бы, вот сейчас мне 25, и, то есть, все время в танцах. То есть, у нас, мы, как бы, спортсмены, мы привыкли постоянно заниматься и работать. У нас каждый день были тренировки, кроме воскресенья. Обычно воскресенье – это выходной день. Шесть дней в неделю. Да, шесть дней в неделю, вот изо дня в день, каждый день, ну, как бы, мы любим очень свое дело, поэтому, в принципе, занимаемся, я считаю, ну, любимым делом и, ну, с удовольствием к этому относимся. И сейчас мы уже тренеры, то есть, в принципе, и до сих пор продолжаем сами заниматься и тренировать детей, поэтому, как-то, вот, с любовью к нашему любимому делу. Вообще популярно ли сейчас отдавать своего ребенка на танцы? Я думаю, да. Вот как у вас, деток в каком возрасте к вам приводит? Мы с четырех лет. С четырех, с трех… Это рекомендованный возраст или лучше подождать? Нет, с четырех в самый раз. Да. Да, очень хорошо. Раньше брали только с пяти-шести лет. Но сейчас дети как-то взрослеют очень быстро, поэтому, в целом, четыре года уже детки очень осознанные и готовы делать разные движения, исполнять фигуры. Хорошо, а вот, а если начала девушка заниматься танцами, так скажем, ближе к тридцати? Это тоже очень развито, особенно на территории материковой России. А также за границей очень популярны танцы именно для взрослых. То есть, как бы, существует очень много, во-первых, есть и передачи, и, как бы, есть отдельные даже соревнования для взрослых, где участвуют именно взрослые, как бы, не только для малышей турниры. А, знаете, турниры бывают еще, когда взрослые, там, мужчины, женщины, они танцуют. Это очень красиво, элегантно, поэтому такое тоже бывает, ну, как бы, это очень развито. Ну, хорошо. С чего стоит начать? Какой такой элемент, да, танца? Он такой максимально простой? Может быть, какую-то растяжку нужно делать, разминку перед этим? Давайте бы тем, кому 30 плюс, там, покажем, что... Можно, кстати, даже показать, какой-то элемент. Разминка, естественно, максимально проста для начала. Выровняли так? Да, голова в сторону. Раз, мягко. Ух, мне аж хрустно. И два. Раз, два, и вперед. Раз. Два. Так, это мы... Раз. Два. Также плечи, то есть, каждую часть тела несколько раз поднимаем, потом продолжаем. Прокручиваем. Как в дыхательной гимнастике начало. Да, то есть, мы должны спускаться, получается, локально. Начинаем с головы, потом плечи, потом поясничная отделка, колени, стопы. А вот растяжка насколько значима в вашем деле, так скажем? В целом, важно. Но когда исполняешь какую-то фигуру, растяжка действительно помогает. И в целом, пластика появляется даже у тех, кто никогда раньше не танцевал, у взрослых людей. Вот у нас, мы знаем группы для взрослых, и действительно, люди приходят, абсолютно думая, что они совсем ничего не могут. В итоге проходит месяц, и у них уже получаются элементы. Медленный вальс, ча-ча-ча, это вот самые базовые танцы, самые первые. Также вот свадебные танцы, венский вальс, да, они многие танцы. Я думаю, в этом плане, наверное, у вас много, да, гостей, клиентов? Ну, в целом. В целом, да, но в силу просто нашей занятости мы немножко как бы не специализируемся на этом, но как бы так же люди звонят и просят иногда обратиться. Я просто на днях с другом общался, говорю, ну, у него свадьба была, говорю, как? Он говорит, ты не представляешь, как это сложно. Я говорю, а что самое сложное было? Мы танец готовили. На самом деле, очень часто на нашем опыте было такое, что за три занятия нужно было поставить танец, в итоге все были действительно довольны. Да, и причем у людей получается, просто со взрослыми как бы это другая немножко специфика работы, но взрослые тоже очень хорошо, ну, как бы получается, люди. И просто, знаете, еще бывает, что взрослые некоторые боятся и переживают, и думают, вот мы там, знаете, говорят, мы деревянные, мы вообще ничего не сможем, но потом приходят, и действительно, как бы вот одно-два занятия, и люди сами потом начинают получать от этого удовольствие, что у них получается, да. То есть, знаете, когда взрослого человека, они еще думают с такими устой, что вот, я никогда не занимался, наверное, у меня ничего не получится, приходит и получается, и они действительно получают такой кайф, и они, вау, круто, танцы, это вообще супер. Спасибо, что вы дарите людям этот кайф. Спасибо, что пришли к нам. У нас в гостях была сегодня Екатерина Полищук, руководитель студии больного танца Ида, Яна Хеджази. Правильно, Хеджази, да? Да. Руководитель студии больного танца. Спасибо вам, девушки, что пришли к нам. Спасибо большое. Дарите радость людям и при так очарательности выглядите при этом. Абсолютно, точно, я вот сам задумался, может, мне тоже скоро придется больный танец. Ну, может быть, мы с Димой скоро и пойдем на танцы, вполне вероятно. Очень, будем вас рады, приходите. Ну, тем не менее, если что, мы обязательно этой новостью поделимся в интернете. В интернете вообще очень много разных видеороликов, материалов и подборку самых таких популярных в последнее время из них. Предлагаю вам посмотреть прямо сейчас. Годы идут, принцессы все так же попадают в беду, а герои, как и прежде, приходят на помощь. Изменился лишь ковер-самолет, а как иначе в эпоху развитых технологий. Настоящим друзьям только дай повод разыграть друг друга. О чем говорят мужчины, неизвестно, однако отвлекающий маневр сработал. И это главное. Тишина, спокойствие и умиротворение. Именно так пес представлял себе после обеденный отдых. Но как бы не так. У маленьких сорванцов другие планы. Выражение морды собаки легко прочесть. Хозяин, когда все это закончится? Автомобильный спорт меняет плоскость. Все больше лихачей, все больше влечет вертикаль. Цена ошибки велика. Но настоящие профи об этом и не думают. Как говорится, глаза боятся, а руки крутят баранку. Обычное скоростное езда неинтересно и герою следующего ролика. После того, как научишься входить в виражи, почувствуешь запах дымящихся покрышек и учащенное биение сердца, перестать заниматься дрифтом просто невозможно. Отвечает на вопросы интернет-пользователей автор видео. Вот только делать это нужно на специальных треках, тогда и проблем с законом не будет. Фантазии героя следующего видео остается только позавидовать. Пыльный двор и швабра. Заменили ему холст и кисть. Только посмотрите, насколько филигранно мастер нарисовал знак иньянь. Поместить в рамку такой предмет творчества не получится. Зато теперь доделать уборку пара пустяков. Ну а у меня еще одна хорошая новость. Угадайте, что я держу в руках. На самом деле ничего гадать не надо. Это очень просто. Это билет на просмотр спектакля «Жил-был Волк», который состоится 30 ноября. Это даже 20-й ряд. Место первое и второе. Очень удачные места. Поэтому, который пройдет спектакль в Государственном академическом музыкальном театре, это наша, так сказать, лотерия. И для вас вы можете сегодня стать владельцем этого билета. Для этого нужно просто отгадать вот такой вот вопрос. Небольшую загадочку, да. И поговорим мы как раз-таки не о нашей, да, китайской опере. Да, дело в том, что просто нужно рассказать нам, позвонить в нашу студию по номеру телефона, который видите на своих экранах, и рассказать нам, что символизирует цвет грим-масок в китайской опере. Ответ, на самом деле, очень простой. Я просто очень хочу, чтобы кто-то сходил на спектакль, так как у меня пока возможности нет. Мне кажется, да, тут просто на интуитивном уровне вполне можно догадаться. Представляете, да, китайская опера, значит, человек выходит, а у него маска. А еще маски очень часто что-то означают, например, в картинах. И, например, в картинах нашей художницы, которой мы сняли следующий сюжет. Бросить работу ради творчества и превратить собственную кухню в мастерскую художника. Это только звучит как сценарий фильма, а для Веры Зазули – реальность. Медик по профессии, женщина никогда и представить не могла, что начнет писать картины. Сначала акварелью, затем маслом. Сейчас в основном используют акриловые краски. Они сохнут быстрее. Где-то года полтора или два я писала акварелью. Но писала не как профессионалы пишут, а как обычными красками акварелью. В коллекции художницы несколько сотен работ, написанных в разных стилях. Сюжеты картин ей либо снятся, либо приходят во время медитаций. Замальберт садится только в хорошем настроении. Здесь я для себя написала программу, чтобы мои картины узнал весь мир. И даже чтобы они продавались на сотбиси. Чем больше будет знать картин мир, тем больше добра будет в мире. И все люди будут стремиться к миру, к объединению, к добру, к дружбе. В каждом полотне мастер зашифровывает символы, стараясь передать то, что увидеть может не каждый. Эта картина написана, собрана, тоже ее нет такой иконы. Здесь собраны все святые, которые помогают людям. И все просят, чтобы Иисус помог и простил людей за их грехи. Главное для художницы – непризнание. Она мечтает о том, чтобы ее творчество не только нравилось, но и приносило людям пользу. Это выставка пятая, юбилейная. Здесь представлено 46 картин, написанных Верой Зазули за последние 7 лет. Большая часть работ на библейскую и патриотическую тематику. Здесь, например, изображен президент России Владимир Путин. В компании с главами соседних государств в руках они держат земной шар, что символизирует мирное сосуществование всех народов. Познакомиться с работами художницы можно в Симферополе, в библиотеке имени Ивана Франко. Выставка продлится до 14 ноября. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну и если у нас утро начинается вот так, вот с розыгрыша билетов в театр на спектакль «Жил-был волк». Если начинается с того, что мы рассказываем о картинах одной талантливой художницы, то в это время хочется оказаться немножечко и в другом месте, а точнее в приморском городе. Утро нового дня продолжается и сейчас мы, не покидая нашей студии, отправимся на восток полуострова. И нет, это не магия, а технический прогресс и желание узнать о последних новостях Керчев. А расскажет о них Екатерина Рябова. Доброе утро, Катя. Доброе утро, коллеги. Доброе утро, крымчане. Одна из главных новостей на этой неделе в городе Герой – это следующий этап продолжения ремонта Митридатской лестницы. Немного расскажу о самом объекте. Это одна из главных керченских достопримечательностей. Приезжая в город, туристы считают просто необходимым сосчитать количество ступеней на ней. Это 432. Митридатскую лестницу, большую Митридатскую лестницу построили в XIX веке по проекту итальянского архитектора Александра Дигби. Во время масштабной реконструкции города строили долго в течение 7 лет с 1933 по 1940 годы XIX века. Лестница включала в себя три яруса, которые объединяли городские улицы. Была украшена балюстрадами, массивными перилами и, конечно же, фигурами грифонов. Это мифические существа с телом льва и головой орла, которые считаются символами Керчи. Просуществовала в своем оригинальном виде лестница очень недолго, буквально 10 лет, и была серьезно повреждена во время Крымской войны. Пострадала лестницей во время Великой Отечественной войны. Восстанавливалась уже в 60-е годы прошлого столетия. Были заново воссозданы лестницы, перила, лестничные марши. В 2015 году из-за того, что лестница долгое время не ремонтировалась, долгое время никак не укреплялась, она подверглась воздействию оползневых процессов. Обвалилась левая часть одного из лестничных пролетов, и проход в это место для туристов и горожан был запрещен. В 2016 году начались восстановительные работы, на это из федерального бюджета выделили полтора миллиарда рублей, однако из-за серьезных проектных ошибок работы были приостановлены. Буквально недавно возобновились заново, то есть начал работать новый подрядчик. Мы сняли об этом сюжет, предлагаю посмотреть, какие технологии используются в работе. Огроженная на время проведения работ метридатская лестница пока недоступна керчанам и туристам. Задача подрядчика – демонтировать построенные в советские годы конструкции, а далее буквально воссоздать облик одной из главных достопримечательностей Керчи. Но прежде необходимо укрепить лестницу, которая под собственным весом стала подвергаться действию оползневых процессов. Вот так выглядит процесс бурения свай. Во время работы в грунте попадаются материалы совершенно разной прочности. Например, вот это бут. Для того, чтобы его пробурить необходимы алмазные наконечники. Диаметр арматуры порядка 250 миллиметров. В местах, где грунт легко поддается бурению, используют короткие сваи. На верхних ярусах, где попадается плотный камень, более длинные. На четвертом ярусе их порядка 150 штук. А по каждому ярусу до 20-25. На третьем ярусе где-то 68. Вот такое количество свая было рассчитано проектировщиками для того, чтобы они удерживали весь грунт этой нашей метридатской лестницы. Ну и, естественно, нагрузку самой метридатской лестницы. Следующий этап – устройство бетонного основания, на котором установят новые каменные ступени. Но заново воссоздавать будут не все элементы подъема. На метридатской лестнице есть пять сохранившихся старинных участков проекта Александра Дигби. Это один из них. Здесь не будут производить серьезных строительно-монтажных работ, только реставрационные. Чтобы вернуть этим участкам первоначальный облик, реставраторы выполнят белокаменные вставки. Несмотря на сложности и некоторые непредвиденные ситуации, пока подрядчик укладывается в сроки. Идут с опережением графиков запланированных. То есть есть понимание, что компания добросовестно выполняет свои обязанности. Можно предварительно, конечно, еще рано загадывать, но идет с хорошими темпами. Я думаю, выполнится в полном объеме. Параллельно с реконструкцией и реставрацией метридатских лестниц подрядчик начнет ремонт обелиска Славы на вершине горы. Работы стартуют 15 ноября. Екатерина Рябова, Александр Коваль, Новости 24, Керчь. Мы продолжим следить за тем, как ремонтируют метридатскую лестницу, а также как ремонтируют обелиск Славы. Ну а сегодня в вечернем выпуске мы расскажем о текущих событиях Керчи, в том числе о масштабном ремонте в первой городской больнице. Коллеги, я передаю вам слово. Спасибо большое, Катя. И желаем вам хорошего дня, хороших и добрых новостей. Но я хочу сказать, что тоже недавно вышло так, что я впервые увидела эту самую метридатскую лестницу, о которой рассказывала Катя. И поразила меня даже не только сама эта конструкция, но и то, какой вид с нее открывается Крымский мост. Конечно, потрясающее зрелище. Такое хочется видеть действительно каждый день, мне кажется. Ну а тем временем, Дим, предлагаю тебе пообщаться не только со мной, но и с нашими телезрителями, которые уже готовы нам рассказать ответ на наш вопрос. Кстати, да, вот смотрите, у нас тут лежит приглашение. Хочу отметить, тут два места, первое и второе. То есть по факту вам, если хочется сгонять театр, у нас тут жил бы волк, спектакль, можете взять с собой друга или дитя свое. Надо ответить на вопрос. Смотрите, китайская опера маски одевает. Что это означает, эти маски? Подробнее вы нам скажете. Я думаю, вопрос несложный, но главное, используйте, так сказать, свою интуицию или как-то... Доброе утро. Кто с нами на связи? Мы хотим познакомиться с вами. Алло. Виктория. Здравствуйте, Виктория. Здравствуйте. Откуда вы, скажите, пожалуйста? Из Симферополя. Из Симферополя. Нам приятно слышать вас с утра. Расскажите, пожалуйста, как вы думаете, что символизируют эти маски в китайской опере? Символизируют чисто характера, настроение в опере. Например, хорошее настроение или плохое. Вы очень рядом, очень. Но нам нужно то ключевое слово, чтобы вы сказали нам, которое... Вот оно, в принципе, как можно еще настроение охарактеризовать? Дело в том, что там немножко более точная интерпретация. Ну, там черный цвет означает мужество. Ага. Что означает? Мужество. Мужество. Да. Вот. А белый у нас, что это вот, допустим, зловещесть, да, какая-то? А зеленый еще что-то значит. Что это все такое, как вы считаете? Ну да, как бы вот... Нам нужно, чтобы вы просто сказали нам то самое ключевое слово. Да. Ну давайте вы подумайте и позвоните нам чуть попозже. Мы еще ждем вашего звонка. Вик, пожалуйста, дозвонитесь нам все-таки, когда вы сможете нам сказать то самое заветное слово. А я напоминаю вопрос, что символизируют цвета грим-масок в китайской опере? Мне кажется, в принципе, гостя была близка. Она была очень близка. Она нам сейчас перезвонит буквально через минуту и скажет, да, я поняла, что это означает. Он та-та-та-та к этому. Вот так вот. Ну, будем надеяться. А тем временем я хочу вам показать еще одно завораживающее видео. Вы просто посмотрите сейчас на экранах, мы вам покажем настоящую небесную вот такую сенсацию, потому что о ней сейчас пестрил весь интернет. Дим, ты знаешь, что это? Как я понимаю, ну, судя по картиночке, это у нас Марс, да? Да. И это у нас было затмение, которое анонсировали. Между прочим, оно длилось больше часа, если не ошибаюсь, час сорок. Да, это было нечто особенное. Это транзит Меркурия глазами спутника НАСА. Это астрономический транзит, то есть явление, во время которого с точки зрения наблюдателей из определенной местности можно увидеть, как одна планета перекрывает собой другую. Ну, то есть, да, здесь, казалось бы, Марс был совсем небольшой, вот такой вот маленький, но, тем не менее, это очень редкое явление, и лучше всего было видно этот небесный объект именно из Крыма, с территории полуострова и из территории Калининградской области. Так что крымчанам очень даже повезло. Следующий такой транзит мы сможем увидеть только в 2032 году, поэтому... Грубо говоря, каждые 13 лет. Ну, там, я думаю, совершенно другая какая-то цикличность, да, но схожая. Ну, ты представляешь, сколько тебе будет через какие-нибудь там 13 лет? Может быть, ты уже по-другому глазами... Да, если ты так говоришь в рамках вечности, так какие там 13 лет, а когда ты уже понимаешь, что тебе засорокет, думаешь, вот это поворот. Оп, это поворот. Но, тем не менее, может быть, еще такой именно интересный поворот, если вы решите создать в макет очень необычные, креативные елки, а все потому, что наш телеканал запустил такую, скажем, акцию, не акцию, не флешмоб, а мероприятие, которое позволит вам за наши деньги, нашего телеканала, реализовать свою самую сумасшедшую идею по созданию просто необычной такой елки новогодней. Мы хотим креативную елку в этом году, помогите нам в этом. Для этого просто пишите, звоните, звоните по номеру телефона, по адресу пишите, который видите сейчас на своих экранах. Пожалуйста, мы ждем ваши креативные макеты, ваши безумные идеи. Мы это очень любим и хотим воплотить это в жизни. Она может быть любого цвета, любой формы, но главное, чтобы человек понял, что это елка, и она самая креативная. И вы можете о себе, как о творческом человеке, о дизайнере заявить на весь Крым, да, и не только. После чего мы пригласим вас в программу «Утром нового дня». Вы будете сидеть в этой студии, общаться, возможно, со мной и Димой, возможно, с другой парой ведущих, и, тем не менее, это будет такое яркое, знаменательное событие, как транзит Меркурия. Давай еще раз, может, если у нас есть возможность, показать, напомню, телефон, по которому необходимо позвонить, чтобы забрать этот билет и ответить просто... Вот сейчас почту мы увидели, вот как раз таки. А позвонить еще раз давай попросим, чтобы... Мне просто очень хочется, чтобы кто-то выиграл и пошел на спектакль. Мы сейчас покажем вам номер телефона, по которому можно дозвониться от 300-05-90. Звоните и выигрывайте билеты на поход на спектакль «Жил-был-волк». А тем временем мы уже готовы пообщаться с Таней Балакиной. Она гуляет по центру Симферополя. Танечка, доброе утро еще раз. Таня сегодня уже с нами была на прямой связи. И уже готова выйти еще раз. Смотри, улыбается еще шире. Саша, Дима, снова доброе утро, друзья. Друзья, я из одного прекрасного Симферопольского парка уже приехала в другой. Сейчас нахожусь в парке имени Гагарина. И решила показать вам, как здесь прекрасно, уже самая настоящая осень. И, наверное, потому что я спешила выйти к вам в прямой эфир, поэтому я немного согрелась, честно говоря. Плюс температура поднялась до плюс 13 градусов, что уже немного теплее. Несмотря на это, я продолжаю наблюдать за тем, как на улице одеты люди. Спортсмены, конечно, это одно дело. Сейчас я вам о них тоже расскажу. Вижу, там мужчина в костюме. И, в принципе, в легком костюме. Многие люди, правда, идут в пуховиках. И в основном детки, которые спешат в школу, их лучше, конечно, одевать теплее. Может быть, шапочку с собой дать, чтобы они точно не замерзли и не простудились. А вот о том, как начать свое утро бодро, я сейчас покажу. Здесь, несмотря на то, что с утра прохладно, на площадке занимаются люди, занимаются спортом. И это как раз-таки один из тех способов начать утро бодро, утро среды. А так как среда почти пятница, в принципе, нужно готовиться к тому, что... И поднимать в себе настроение. Вот. И пока что не потеплело, нужно согреваться, так как согреваемся. Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, а как, по-вашему, начать свое утро бодро? С бега. С бега? Вы с бега начинали? Ну, конечно. Вот так, видите? Начали с бега, сделали пару упражнений и уже готовы к тому, чтобы ваше утро было не только бодрым, но и добрым, по-настоящему. Также хочу еще сообщить, что сегодня в Симферополе на 13 улицах частично отключат свет. Поэтому вы должны быть готовы. Вот ключ от 8 до 15, до 5 часов дня. Поэтому вы можете, в принципе, в интернете посмотреть адреса и попали ли ваши дома в этот список. Вот. И пока что я с вами прощаюсь, но ненадолго, поэтому встречайте утро вместе с нами. Коллеги, вам слово. Спасибо, Танечка, большое. Самое кайфовое, что я сегодня утром слышала, это утки, которые пищат в Гагаринском парке. Надеюсь, вы тоже их отценили. Вызвали массу эмоций. И, я думаю, они еще те любительницы погулять и путешествовать. Ну, самое главное, что сейчас мы можем предоставить вам возможность оказаться не только в Гагаринском парке Симферополя, но и на южном берегу Крыма. Вот эту тайну сейчас завесу приоткроет Александр Пкачев. Милас черный, Милас седой. Название этой местности дали древние греки. Темные магматические породы здесь выходят прямо в море. Брызги соли обеляют суровые скалы. В 19 веке над каменистым пляжем был разбит ландшафтный парк и построены усадьбы. История имений, судьбы их хозяев и южная природа притягивают сюда путешественников. Эта малоархитектурная форма называется ротонда. В данном случае она состоит из восьми колонн дорического ордера. Это место по праву считается одним из самых красивых в Миласе. Отсюда открывается потрясающий панорама главной гряды Крымских гор, которая в этом участке называется Байдара Костропольской стеной. Хребты заслоняют узкую полоску берега от ветров с севера. Высота бровки Яйлы больше тысячи метров. Это условие и близость незамерзающего моря обеспечивает уникальный микроклимат. В парке собрана коллекция теплолюбивых растений со всего мира. Однако не все завезенные гости оказались добропорядочными. А вот на этой площадке можно наблюдать два вида растений, которые по праву считаются инвазивными видами. С этой стороны растет опунция Энгельмана, а вот здесь растет володушка Кустарниковая. Оба растения распространяются абсолютно бесконтрольно и заполоняют все свободные места вдоль южного берега Крыма. Несмотря на пышную зелень, условия этого региона полуострова суровые, знойное и очень сухое лето. Каждая капля воды на счету. Удивительно, что среди этих выжженных склонов в 1830 году был найден уникальный родник. Под этим грандиозным камнем располагается источник, одетый в старинный коптаж. Считается, что вода, которая истекает из-под него, является целебной. По составу близка кисентуки 20. Так это или нет, я не знаю, но воду попробую, посмотрим. Быть может, она поможет даже такому ветхому старику, как я. По одной из версий, именно месторождение минеральной воды послужило причиной приобретения этого участка земли министром внутренних дел Российской империи графом Львом Перовским. Позднее, по его заказу, архитектором Эльцином был построен один из самых пышных дворцов того времени. Территория имения располагается на крутом 45-градусном южнобережном склоне. Сегодня здесь сплошной парк, состоящий из экзотических растений, пальмы, кедры и, конечно, вечно зеленые кипарисы. Этим деревьям более 150 лет. Они помнят и своего второго хозяина, племянника Льва Перовского, знаменитого Алексея Толстого. Дом ему достался по наследству. Писатель часто проводил здесь летние месяцы и создал много произведений, вдохновленных крымской природой. Вверх по этой лестнице и совсем скоро мы поднимаемся к главной усадьбе Усадьбе Перовских. Она построена в эклектичном вкусе с элементами мавританского стиля. И архитектор, и хозяин имения были последовательны. Восточный колорит присутствует и в интерьерах дворца. Почти не изменилась со времен Перовского и Толстого мавританская гостиная. Лепнина и майоликовые стены – все как при хозяевах. Но если до революции здесь отдыхала аристократия, то сегодня усадьба и парк – достояние народа. Территорию занимает здравница Милас. Территория дворца Перовских является закрытой и принадлежит санаторию. Вход сюда возможен только с экскурсии. Впрочем, иногда здесь проводят концерты классической музыки, исполняемой на старинном инструменте. Поэтому рекомендую абсолютно каждому рано или поздно побывать здесь. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. Доброе утро. Это программа «Утро нового дня». И с вами в студии, в прямом эфире на телеканалах «Первый Крымский» и «Крым-24» Дмитрий Попов. Александр Карнович. И, конечно же, это утро мы проведем вместе с вами. У нас еще один часик на каналах «Первый Крымский» и «Крым-24». Ну, а дело в том, что мы здесь уже в первом часу начали разыгрывать билеты в театр. На спектакль жил-был Волк. Да. Вот. И у нас уже есть очередной звонок в студии. Мы готовы на него ответить. Алло, здравствуйте. Алло, доброе утро. Доброе утро. Ну, вы знаете, это ключевое слово, которое нам нужно сказать. Скажите, пожалуйста, все-таки, что символизируют цвета грим-масок в китайской опере? Цвета грим-масок в опере корректилируют моральные качества героя. Пример, слой, добрый, мужественный, отважный летут. И также есть возможность по цвету грима посмотреть возраст героя. А еще у нас ключевое слово, чтобы его отгадать. Вы были очень рядом, пока не отключайтесь. Я вам подскажу, оно начинается на букву 4. Ну, скажите, это слово, нам нужно именно одним словом сказать, что это такое. Вот все это злость, обида, ярость, счастье. Что это, что мы испытываем? Эмоции. Не совсем, это безусловные эмоции. Мы очень рядом, давайте еще раз. Любовь. Да, чувство. Ура, у нас выиграли билеты. Все, у нас есть победитель. Ключевое слово, как вас зовут, откуда вы скажите? Меня зовут Анатолий Симферополь. Анатолий Симферополь, а ваш билет ждет вас на улице Студенческая, 14. Там два места. Мы будем рады видеть, отдать его вам. Да, ключевое слово – это чувство. Именно чувство символизирует цвета гримасок в китайской опере. Вот это вот то ключевое слово, благодаря которому мы с радостью даем свои билеты. Потому что, да, безусловно, это эмоции, это черты, это характер. Но в первую очередь все это чувство. Не мы с ним это придумали, но вот так вот. Ну вот, кстати, немножко в новость хотел добавить. Представляешь, в Америке, значит, одна жительница научилась помогать своей собаке, выражать свои чувства. И та даже научилась составлять целые предложения. То есть там она разложила на полу 40 кнопок, и каждая из них означала определенное слово. И когда она одну за другой кнопок наживала, она составляла уже определенные предложения. Научилась это делать буквально за полтора года и сказала, это можно обучить каждому. Это круто! А круто еще и то, что вы сможете увидеть сегодня в эфире телеканала «Первый Крымский Крым 24», а точнее в программе «Утро нового дня». Предлагаю вам увидеть анонс. Живописная мастерская на дому. Художница из Симферополя создает картины на собственной кухне. Мелас – одно из самых красивых мест южного берега Крыма. Что интересного может рассказать старинный парк и белоснежный дворец. Неправильное питание, перемены погодных условий и ослабленная иммунная система. С наступлением холодов все это грозит заболеваниями. Советы, которые помогут дать отпор недугу. Новости со всех уголков полуострова. Прямые включения из Евпатории, Керчи и Симферополя. Все это и многое другое в эфире информационно-развлекательного шоу «Утро нового дня». А сейчас самое время поговорить о новостях, которые нам приготовил Крым. Ну и, конечно же, наш замечательно классный регион. Итак, правильно все. Итак, обустройство сел в приоритете крымской власти. А производство развивать нужно совместно с бизнесом. Об этом заявил председатель Госсовета Владимир Константинов. В Симферопольском районе он посетил одно из бюджета образующих предприятий и социальные объекты. Подробнее в репортаже Елена Бережной. Они дикие, они очень приветливые, погладиться дают. Но главное это, конечно, молоко. В хозяйстве 1350 голов крупного рогатого скота, в том числе 600 дойных коров. Одна дает 8,5 тысяч литров молока в год. Есть и молодняк. У местных фермеров особый подход к делу. Мы сейчас применяем сексированное семя, то есть осеменяем тёлок и получаем где-то 90% только тёлочек. Это специальное семя разработано, и мы знаем, уверены, что мы получим тёлочек. То есть бычков практически нет. А раньше было 50 на 50. Основное направление работы – птицеводство. На производстве всё автоматизировано. Вот тут сортируют яйца по категориям и по весу. Просматривают дефекты, сколы, грязь. Кстати, главные на фабрике – вот эти несушки. Их 300 тысяч. Имеем мы кросс-доминант буры. Это чешская порода. Значит, на несушку мы получаем в год 290 яиц. На несушку в год. То есть это очень хорошие показатели. Развитие производства даёт толчок и социальным объектам. В местной школе ждут капитального ремонта, систем водоснабжения и водоотведения. Приведут в порядок и двор. Напротив – детский сад. В прошлом году дошкольное учреждение отметило 40-летний юбилей. Но только в последние годы в Журавушке начались перемены. Докупали новую мебель, новые стульчики, шкафчики в старшую группу. Новые парты мы, столы купили. В декабре, вот в прошлом году у нас крыша отремонтировалась наша. У нас теперь хорошая крыша, не течёт нигде. Сейчас детский сад посещают 67 детей. Очереди нет, голова болит о другом. Главная проблема этого детского сада – снаружи. Вот в таком состоянии находится фасад здания. В капитальном ремонте он нуждается ещё с украинских времён. Работы планируют начать в следующем году. Обустройство сёл в приоритете для крымской власти. При этом развивать производство и формировать экономику в регионе нужно в партнёрстве с бизнесом. С ними в связке и социальные вопросы. Наша задача, конечно, люди. Поэтому в этой связи и школа, и детский сад, и даже в таком селе, которое мы считаем крепкое село, потому что есть бюджетно-образующее предприятие, которое, они могут на него всегда переться. И мы видим, что оно им помогает. Тем не менее, проблем, сформировавшись ещё с развала Союза, полным-полно. Наш визит не останется бесследным. Мы, конечно, что-то поможем обязательно. Бездорожье – ещё одна проблема, с которой на местном уровне не справятся. В ближайшие месяцы по Крыму начнётся большая стройка, сообщил Владимир Константинов. Учтут и запрос по сёлам. Елена Бережна, Андрей Псом. Новости 24. Симферопольский район. Борьба за чистоту. В Джанкоэ закупили новую коммунальную технику. Совсем скоро машины приступят к генеральной уборке улиц города. Наш корреспондент Евгения Довжик уже оценила их эффективность. Грязные дворы и дороги – наболевшие проблемы Джанкоэ. Пенсионерка Рейса Коваленко к таким пейзажам уже привыкла. Она ежедневно ходит в библиотеку, чтобы настроение не портить, старается по сторонам не смотреть. Особенно дворы в плохом состоянии. Я живу на Кирове. С Толстого заезжаешь. Четыре пятиэтажки. Пятиэтажки Толстого. Дворы безобразные. На помощь дворникам и дорожникам приходит специализированная техника. Виталий Грицаев осваивает новый трактор с большой щёткой. На исходную. И включаем щётку в полотворомощности. Опускаем щёточку на дорожку. Вторую. Включаем первую передачу. И с лёгким движением руки едем. Теперь жители в осенне-зимний период будут ходить и ездить по чистым дорогам. На новую технику большие надежды и у коммунальщиков. Проблема нашего города – это прибордёрная грязь. А имея один экскаватор с челюстным погрузчиком, очень сложно. И санитарную очистку производить, и благоустройство города. Поэтому эта техника будет работать на благоустройстве города. Очищать наши улицы от нанесённого грунта. Потому что в основном у Джанкои около 70% улиц – это грунтово-щебёночные. В это время года чаще стирается и дорожная разметка. Пешеходные переходы и разграничительные полосы видно максимум три месяца. Раньше коммунальщики наносили дорожную разметку вручную. Теперь это дело поручено Михалычу. Такое название имеет эта машина. Здесь устанавливается банка с краской, которая подаётся в распылитель. Что заметно сокращает силы и время. Ещё одна проблема города – мусор. И если во дворах жилых домов жители выбрасывают ТКО в контейнеры, то в частном секторе ежегодно приходится разгребать горы отходов. От одной брошенной бутылки, пакета или мешка строительного мусора в районе частного сектора очень часто разрастаются свалки. Теперь в Джанкои им объявили бой. На страже чистоты новая спецтехника с большими вместительными контейнерами. В такие баки можно будет складывать и строительный мусор. Теперь такие восьмикубовые контейнеры будут стоять на самых проблемных участках города, благодаря чему Джанкои сможет навсегда побороть проблему стихийных свалок. Семь новых машин с дополнительными девайсами уже в ближайшее время выйдут на городские улицы. Деньги были выделены из республиканского бюджета со финансированием местного бюджета. Общая стоимость средств выделения на данную технику свыше 6 миллионов рублей. В следующем году автопарк продолжит расширяться. Появится новая вышка для обрезки деревьев и крупногабаритные контейнеры. Евгения Довжик, Дмитрий Лалетин, Новости 24, Джанкои. Медицинские кадры для села. Работать по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» теперь смогут и специалисты предпенсионного возраста. Раньше возрастной цен составлял 50 лет. Теперь правительство России сняло ограничения. Как ищут врачей, желающих работать вдали от городской суеты, расскажет Елена Носкова. Кушаешь ты хорошо, больше у тебя ничего не болит, не беспокоит. Вере Ветровой сидеть в ожидании пациентов не приходится. Детский гастроэнтеролог – один из самых востребованных специалистов в сельской местности. Молодой врач трудится по программе «Земский доктор». Финансовая помощь в миллион рублей стала приятным дополнением к любимой работе. Я перешла в эту больницу чуть более года назад, потом узнала об этой программе, предложили поучаствовать. Сознала, что здесь не было никогда, насколько я знаю, детского гастроэнтеролога, по крайней мере, последние лет 20. Вот захотелось поработать поближе к пациентам. Чтобы найти медиков, желающих работать в сельских условиях, понадобились федеральные и республиканские программы поддержки. В этом году в планах Министерства здравоохранения Крыма направить в регионы около сотни врачей и фельдшеров. И в малые населенные пункты, и в районные клиники, такие как Луговская больница. В среднем прием врача идет больше шести часов. При этом есть и работа в селах. Это обозначено в графике каждого специалиста. Только в Симферопольском районе живут больше 160 тысяч пациентов. Узкий специалист, например, гастроэнтеролог, примет по 10-15 человек. О программе «Земский доктор» будущие врачи задумываются со студенческой скамьи. Планируют, на что потратить материальную помощь и как обустроиться на месте. Я живу в сельской местности, поэтому мне будет комфортнее вернуться туда работать. И я вижу в этом перспективы для себя. Также это перспектива в том, что я могу набраться опыта. Есть и серьезные аргументы против. Еще пять лет назад большинство потенциальных сельских докторов отпугивало практически полное отсутствие обустроенных амбулаторий и фельдшерско-кушерских пунктов. Сейчас мотивация поменялась. Я хотел бы связать свою жизнь с наукой, что невозможно сделать в селе. А также нет высокоспециализированной технологии, которая могла бы ставить с большой вероятностью точные диагнозы. И врачебная ошибка очень высока. Если бы все это было бы в селе, то почему бы и нет? Большинство молодых медиков предпочитают оставаться в крупных городах. Многие из-за возможностей для обмена опытом и престижа работы. Изначально изъявили желание работать в сельской местности более 10% выпускников нашего возраста. На наш взгляд, решением кадрового дефицита в селе является целевой прием. Но целевой прием требует времени. Первые выпускники после введения программы появятся через 5-6 лет обучения для врачей и 4 года для фельдшеров. Альтернатива – привлечение опытных кадров. Правительство России отменило возрастной ценз в 50 лет для программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Так же, как и по всей стране, заработает это с 2020 года. В связи с тем, что повысился пенсионный ценз, программа «Земский доктор» и «Земский фельдшер» снимает с ограничениями. Да, спрос есть, люди обращаются. Точное количество предпенсионеров, желающих присоединиться к программе, станет известно в следующем году. Всего в Крыму воспользовались финансовой поддержкой. При переезде в сельскую местность 166 врачей и 18 фельдшеров. Елена Носкова, Рустам Файзулин, Антон Лукьяненко. Новости 24. Ну да, особенно здорово тем, кто, допустим, живет недалеко от населенных пунктов, как раз таки сельских и в городе. Потратился немножко на бензин, хоп, и через 20 минут ты уже на работе, а вот, так сказать, миллион в помощь уже получил. Ну и так и узнаем, самое время узнать о ценах на топливо. Итак, газ у нас стоит 22 рубля 68 копеек. Дизельное топливо 50 рублей 24 копейки. 92-й 44,60 копеек. 95-й 49 рублей 12 копеек. Ну нет, это не конец. Из 98-й 56 рублей 45 копеек. А так, обратим свой взор на курс валют, и доллар и евро уже падают. Итак, доллар у нас стоит 63 рубля 85 копеек. И евро, конечно же, подороже 70 рублей 42 копейки. Я думаю, сейчас все люди, которые готовятся к свадьбе или которые уже задумались о том, если они решили отметить свой праздник, и вот уже подали заявление, выйдут они, и какая их будет погода ожидать. Сегодня я уже готов сказать. В Симферополе будет ясно, без осадков. Ветер будет восточный. 4 метра в секунду. Температура воздуха ночью до 10 тепла. Днем 18 градусов со знаком плюс. Обратим свой взор в Севастополь. Там будет солнечно и без осадков. Ветер восточный 3 метра в секунду. Температура воздуха ночью плюс 12. Днем столбики термометра поднимутся до 19 градусов тепла. Прогноз погоды по ЕБК. Итак, там будет ясно, без осадков, просто песня. Представляете, в Ялте так окруто будет. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 7 метров в секунду. Температура воздуха ночью 13 градусов, днем плюс 17 градусов. Керчуп немножко похолоднее. Там у нас 13 ноября. Что будет? Ноября. Солнечная, без осадков, ветер северо-восточный 7 метров в секунду. Днем столбики термометра покажут до 13 тепла. Ночью до 9 со знаком плюс. В Орнятке сегодня погода ясная. Без осадков подаются хорошим настроением. Ветер восточный 8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 9 градусов, днем воздух прогреется до 13. Просто не Крым, а песня «Живи в удовольство и радуйся». Что же касается семейной жизни, я уже начал эту тему. И социологи провели небольшой опрос, чтобы узнать, как россияне относятся к этому. Опросили, между прочим, они в двух городах полторы тысячи человек. И вот уже готовы осветить информацию, какие сведения они собрали. Пока Дима рассказывала о погоде, все мы слушали, какая она сегодня будет на полуострове, я хочу рассказать вам о том, как обитают животные в это время, в зарослях, в горах, в зарослях можжевельника. То есть к чему я. Вот сейчас на своих экранах вы можете видеть потрясающие, просто завораживающие фотографии, фотокарточки, как просто четырехкопытные обитают, погуляют по горе Четырдак. Называется эта гора. Дело в том, что все мы знаем, что можжевельник – это краснокнижное растение. И тем не менее, там сейчас гуляют косули, если быть точной. Вообще на Четырдак можно подняться с помощью двумя путями. Это с экскурсии в оборудованные пещеры, поднимаясь на горы и на автотранспорте, и пешком от Ангарского перевала, от села Перевальная и от села Сосновка. Вообще там на Четырдаке есть несколько гор, которые открыты для посещения. В том числе это и Мраморная, и гора имени Байрхасар. Они интересны, они оснащены подсветкой, там проводят экскурсии. И стоит такая экскурсия, по-моему, если не ошибаюсь, если я не вру, 500 рублей с человека. Я на Четырдак поднимался, кстати, и очень здорово, но у меня, правда, это было в детстве, и у меня ушло на это часа 4, наверное, если я не ошибаюсь, около того. Ну, самое главное, продумать, да, все заранее, чтобы тепло одеться, не заболеть в это время. И потому что сейчас, как раз таки, мы уже знаем, что люди все чаще и чаще болеют в это время года, а манчево, ведь на улице кажется, что тепло невероятно, действительно невероятно тепло для ноября. И тем не менее, вот сейчас очень велик шанс все-таки простудиться. Поэтому, что сделать, чтобы этого не было, расскажет Александр Кононов. В холодное время согревает, в теплое создает уют и комфорт. Плед и чай – универсальный набор, который помогает бороться с грустью. Но и это не спасает, когда ты болен. С Максимом Ивановым это обычно случается в самый неподходящий момент, когда от него требуется максимум производительности. Сразу температура поднимается, голова начинает болеть, не знаю, кости ломит. Уже каждый год, каждый год одно и то же. Уже надоело. Пусть таблетку придумают, какую-то таблетку, которая вылечит от простуды. Зачастую многие пытаются заниматься самолечением, ставя себе диагноз с помощью информации в интернете. Что не всегда эффективно, а порой и очень опасно, ведь препараты имеют много побочных явлений. Неправильное питание, частые стрессы, резкие изменения погодных условий и, конечно же, ослабленная иммунная система. А все это приводит к заболеваниям в холодный период времени. Что же необходимо делать для того, чтобы избежать неприятностей со здоровьем и какие методы профилактики следует применить? Мы попробуем в этом разобраться. У каждого на этот счет есть свое мнение и свои способы поддержки иммунитета. Чаечек пью с вареньем. Как можно больше. Лежу в кровати. Физкультура, витамины. Физкультура, витамины. Свежий воздух. Холодный душ каждое утро. Это минимум. Программа минимум. У меня наоборот. Горячий душ и потом холодные обливания после него. Эти способы оздоровления и профилактики индивидуальны. Тут нужны средства, необходимые каждому человеку, которые не имеют побочных действий. Неспецифические, как мы их называем, факторы укрепления иммунитета человека, они, безусловно, помогут, с одной стороны, избежать или легко преодолеть вот этот сезонный фактор, снижение иммунных сил. К таким факторам относятся закаливание, физические процедуры, отдых, отсутствие вредных привычек. Доступные и знакомы каждому человеку, но мало кто их придерживается. Также немаловажную роль в лечении и профилактике играют народные средства. Традиционно, которые мы всегда слышим, это чеснок, это чай с малиной, мед, это... Чай с лимоном? Лимон, да, пожалуйста. То есть всё это не вредно абсолютно. Поэтому, ну, в конце концов, сейчас осень, пора, когда на, что называется, на прилавках или на рынке есть масса овощей, фруктов, ягод, которые сами содержат много полезных веществ. Но если болезнь застала вас врасплох, самолечением лучше не заниматься. Обратиться к врачу. И, придерживаясь таких простых советов, вы можете обезопасить себя. Ведь профилактика – лучшее средство для защиты. А всем известно, что предупредить болезнь всегда лучше, чем её лечить. Александр Кононов, Максим Турчев. Утро нового дня. Не болейте, не болейте, будьте здоровы. И самое главное, не залепайте, как говорится, много в интернет. Потому что там много всяких видеоматериалов. И подборку лучших из них мы подготовили специально для вас. Годы идут. Принцессы всё так же попадают в беду, а герои, как и прежде, приходят на помощь. Изменился лишь ковёр-самолёт. А как иначе в эпоху развитых технологий? Настоящим друзьям только дай повод разыграть друг друга. О чём говорят мужчины, неизвестно. Однако отвлекающий манёвр сработал. И это главное. Тишина, спокойствие и умиротворение. Именно так пёс представлял себе после обеденный отдых. Но как бы не так. У маленьких сорванцов другие планы. Выражение морды собаки легко прочесть. Хозяин, когда всё это закончится? Автомобильный спорт меняет плоскость. Всё больше лихачей, всё больше влечёт вертикаль. Цена ошибки велика. Но настоящие профи об этом и не думают. Как говорится, глаза боятся, а руки крутят баранку. Обычное скоростное езда неинтересна и герою следующего ролика. После того, как научишься входить в виражи, почувствуешь запах дымящихся покрышек и учащённое биение сердца, перестать заниматься дрифтом просто невозможно. Отвечает на вопросы интернет-пользователей автор видео. Вот только делать это нужно на специальных треках, тогда и проблем с законом не будет. Фантазии героя следующего видео остаётся только позавидовать. Пыльный двор и швабра. Заменили ему холст и кисть. Только посмотрите, насколько филигранно мастер нарисовал знак иньянь. Поместить в рамку такой предмет творчества не получится. Зато теперь доделать уборку пара пустяков. Ну а тем временем у нас уже в студии появился новый гость, точнее гостья. Доброе утро. Доброе утро. Алла Савочка. Координаты кризисного центра для женщин «Крымский дом для мамы». Ну, расскажите, пожалуйста, что это за такой центр, что за дом для мам? Наш кризисный центр для женщин «Крымский дом для мамы» открыт по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Инициатором и руководителем проекта является и Рей Дионисий Волков. Наш центр преследует две цели. Первая цель – это профилактика абортов, так как на сегодняшний день по России совершается ежегодно 500 тысяч абортов. То есть это убийство нерожденных 500 тысяч детей. Вторая цель – это отказ от детей. Так как, когда женщина оказывается в сложной жизненной ситуации, в момент кризиса ей сложно принять правильное решение. То есть это может… кризисная ситуация – это какая? Это время, когда очень тяжело. Это потеря работы, это потеря жилья, это может быть пожар, это может быть развод кризисный, это может быть кризисная беременность. То есть наш центр будет помогать таким женщинам. В первую очередь это в крови. Во вторую очередь это индивидуальная поддержка в зависимости от ситуации. То есть женщина, которая оказалась в нехорошей ситуации, она может прийти и пожить у вас вместе с ребенком своим, допустим, или как? Насколько человек рассчитан вообще этот центр? Насколько человек на 6 человек. Это 6 человек мамочек или беременных, или с детками. То есть дополнительно это еще могут быть детки маленькие до 10 лет. И там, правильно я понимаю, и беременные, и как бы с детьми все вместе, да? А могли бы вот сказать, уже начал работу, то есть вот, или сколько там мест уже занято на этот момент? Мы буквально открылись только, дали о себе как бы информацию только в пятницу. Поэтому звонки уже поступают, мы ведем беседы. То есть женщинам часто, женщинам очень часто нужно даже как-то амбулаторно помочь. Они спрашивают о восстановлении документов, интересуются, чем мы можем помочь. То есть работа уже ведется, поэтому как бы мы думаем, что все будет хорошо. Психолог есть, с которым можно позвонить, и с которым можно поговорить по телефону? По повестительству я являюсь практическим психологом, специализируюсь на таких женщинах, поддерживаю их, и то есть даю индивидуальную консультацию. А сколько человек сможет, ну так скажем, в гостях находиться в этом доме? В доме, 6-6-6. Нет, нет, я имею в виду, сколько по времени. То есть там день, два, недели, месяц. В зависимости от ситуации, каждый месяц мы продлеваем договор с подопечной, если есть динамика, положительная динамика, если мамочка хочет, чтобы ей помогали, хочет обучаться, хочет решать свою проблему самостоятельно, то до 9 месяцев до года она может у нас проживать. То есть привлекаются еще дополнительные специалисты, это юристы, это социальные работники, это психологи, как вот вы уже сказали, это волонтеры. Ну и у вас же, наверное, тоже есть какие-то свои условия содержания для того, чтобы человеку, что можно делать, чего нельзя. То есть если ты туда обратилась, в ваш центр, да, какие их правила нужно придерживаться? Ну это дисциплина, и соблюдать наши правила, это в виде дежурства. Что значит дежурство? У нас все-таки крымский дом для мамы, он предполагает дом, да? То есть поддерживать дисциплину, как и дома. Создается уютная домашняя атмосфера, каждый любящий родитель будет приучать своих детей к дисциплине, правильно? И обучать их, не сходя к его ошибкам. То есть не важно, почему так получилось, главное всегда думать, как можно помочь, что нужно делать. Хорошо, куда обращаться? Допустим, если сейчас какая-то женщина поняла, что она бы хотела оказаться в вашем доме, куда обращаться, куда звонить или куда идти? Мы заключили соглашение с Крымским республиканским социальным центром по делам семьи, детей и молодежи. Также городской, Симферопольский социальный центр. Также мы есть в социальных сетях, это контакты, одноклассники, Инстаграм. Это на сайте Денисия Волкова, на моем сайте Савочка Алла. То есть есть информация, контактные телефоны, Крымское информагентство и Крыминфо. Ну, в общем, если просто человек сейчас хочет, допустим, посоветоваться с психологом, то можно найти вас в социальных сетях и написать, допустим, кто-то решается, а быть мне или не быть. Да, совершенно верно. И есть уже такие подопечные. Ну, будем надеяться, что вы действительно сможете с ними максимально помочь наибольшему количеству людей. Но а как подбирается, мне интересно, а как подбирается персонал для работы в этом доме? Это ведь на социальных благотворительных основах подбирается. Это благотворительный проект на пожертвования благотворителей. Как подбирается в имя персонал, который будет обучать? Ну, вот психолог, допустим, еще другой врач. Как у вас выбирался, то есть наверняка конкурс был определённый. Может, кто-то хочет тоже присоединиться и вместе с вами помогать людям, женщинам? Пожалуйста, также контактные телефоны можете звонить, предлагать. Ну, прежде всего, мы подбираем людей с добрым сердцем, скажем, милосердных людей, которые готовы научить, помочь. Не критикуют уж сложно за ошибки, потому что женщины попадают очень часто из неблагополучных семей. Или это девушки детдомовские, которые не умеют, они не привычны к самостоятельности, они не могут самостоятельно ухаживать за собой, соответственно, и за ребёнком. Этому всему мы будем научать. Вот наши названия символизируют именно крымский дом для мамы. Звонков уже много было именно нуждающихся? Ну, каждый день поступают, каждый, может быть, можно сказать, полтора часа. Очень много советуют, спрашивают, интересуются. Наверное, будет определённая приоритетность тех людей, которых нужно принять. Приоритет — это кризисная беременность, это в первую очередь. Либо это девушка с маленьким ребёнком на руках. Или с двумя, с тремя детьми, многодетные мамы. Которые некуда деваться. Да, которые остались одинокими, или они поссорились с родителями, или с мужем, или просто мужчина, от которого женщина забеременела, не готов ещё стать отцом. Такое тоже бывает. То есть, что бы она ни сделала глупостей, мы готовы ей помочь. В России есть аналоги таких домов? Да, в России уже открылось 66 таких православных приютов для женщин, которые оказались в кризисной жизненной ситуации. Ну, приюты православные, но при этом женщины любой национальности может обратиться, конечно. Да, любой национальности, вероисповедание, да. Это женщины, которые оказались в тяжёлой жизненной ситуации. Спасибо вам большое, спасибо за беседу, что пришли к нам в гости. А я напоминаю, что у нас в гостях была Алла Савочка, координатора кризисного центра для движения «Крымский дом для мамы». Ну, а тем не менее, мы хотим показать вам ещё один материал, он совершенно другого рода. Это материал о том, как создаётся прекрасность, материал об искусстве. Но подробнее расскажет Татьяна Балагина. С Богом, с любовью, с благодарностью к миру основное. И, начитав молитву, я сажусь в работу. Бросить работу ради творчества и превратить собственную кухню в мастерскую художника. Это только звучит как сценарий фильма. А для Веры Зазули – реальность. Медик по профессии, женщина никогда и представить не могла, что начнёт писать картины. Сначала акварелью, затем маслом. Сейчас в основном использует акриловые краски. Они сохнут быстрее. Где-то года полтора или два я писала акварелью. Но писала не как профессионалы пишут, а как обычными красками акварелью. В коллекции художницы несколько сотен работ, написанных в разных стилях. Сюжеты картин ей либо снятся, либо приходят во время медитаций. Замальберт садится только в хорошем настроении. Здесь я для себя написала программу, чтобы мои картины узнал весь мир. И даже чтобы они продавались на сотбиси. Чем больше будет знать картин мир, тем больше добра будет в мире. И все люди будут стремиться к миру, к объединению, к добру, к дружбе. В каждом полотне мастер зашифровывает символы, стараясь передать то, что увидеть может не каждый. Эта картина написана, собрана, тоже ее нет такой иконы. Здесь собраны все святые, которые помогают людям. И все просят, чтобы Иисус помог и простил людей за их грехи. Главное для художницы не признание. Она мечтает о том, чтобы ее творчество не только нравилось, но и приносило людям пользу. Это выставка пятая юбилейная. Здесь представлено 46 картин, написанных Верой Зазули за последние 7 лет. Большая часть работ на библейскую и патриотическую тематику. Здесь, например, изображен президент России Владимир Путин. В компании с главами соседних государств в руках они держат земной шар, что символизирует мирное сосуществование всех народов. Познакомиться с работами художницы можно в Симферополе в библиотеке имени Ивана Франко. Выставка продлится до 14 ноября. Татьяна Балыкина, Руслан Хохлов. Утро нового дня. Ну и вы тоже можете стать создателем, создателем прекрасного, при этом прославиться на весь полуостров. А для этого достаточно просто взять и создать, разработать макет к самой креативной, клевой, интересной, может быть, самой высокой елке или из необычного материала. А после этого, когда вы нам пришлете макет, мы, конечно же, реализуем вашу идею, и вы можете прийти к нам и рассказать, как к ней вы пришли. Дело в том, что помимо этого, мы все-таки напоминаем, что это возможность действительно стать известным на весь полуостров, потому что победителя, человек, который придумает макет самой креативной елки, мы пригласим в эфир программы «Утро нового дня», и он сможет заявить о себе еще громче. Вот так вот. Кстати, вот готов продолжить в тему сегодня. Значит, уже с момента создания первой азбуки Льва Толстого прошло уже 147 лет. И знаешь, даже когда я читал эту новость, мне не столько увлекательно было, думаю, ну азбука и лазбука, ну азбука, ну и... Ну и чё, да? Ну и чё. Но вот когда я узнал подробную информацию про Льва Толстого, просто я привык, что в школах висит этот огромный дядька, такой у него лицо. Портрет, да? Суровый. 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 Оказывается, он очень любил детей и на переменах вместе с ними играл в игры, рассказывал им анекдоты. Мало того, он сделал еще школу в том селе, ну где вот преподавал. И самое главное для того было времени, это вообще прям новшество. Прям да ладно, такого быть не может. Потому что там было бесплатное образование и не использовали розги. И как раз таки между всем этим процессом, даже когда он с ними общался на переменах, он просто давал толковые житейские советы. Кстати, домашнего задания тоже не было. И, в общем, успеваемость была очень хорошая. Но не было домашнего задания по той причине, что дети были крестьянские. И было много домашней работы, которые нужно было делать. И он, конечно, их не обременял. Но самое главное, что уровень образования действительно динамично повышался. И я думаю, это как раз таки повод немножечко задуматься, что наша система образования может иметь, чувствует какие-то вот нужду, какого-то преобразования. Перемены требуют наши сердца, наверное, хочешь сказать, Дима. Дело в том, что да, на самом деле нередко вот такая суровая, брутальная внешность, она психологически как-то мысленная при восприятии человека, не вяжется с таким вот чувственным человеком. А ты вдруг узнаешь, что и детей он любит. Да и в догонялки он даже с ними играл. Ну, догонялки играет, хирургий не используется. Представляешь, бородатого, здорового Гендальфа. А вдруг он еще, и у него и кот, может быть, был, который он так обнимал, он начал и засыпал. Но все, может быть, ты представляешь, Дима, потому что внешность, конечно, непредсказуемая и дело обманчивое. Но тем временем мы уже готовы пообщаться с Таней Балыкиной. Она сейчас гуляет в центре крымской столицы и готова поделиться, рассказать нам, как там дела. Танечка, доброе утро еще раз. Танюша? Снова доброе утро, друзья, коллеги. Я уже приехала в совсем другое место и буду рассказывать вам о том, как дела обстоят на дорогах Симферополя. Сейчас люди переходят как раз-таки дорогу. И я хочу сказать, что сейчас, конечно, уже пробки, потому что утренний сейчас пик. Вы можете видеть, как много людей на улицах. А все дело в том, что сейчас большая пробка, причем такая яркого бордового оттенка. По улице Киевская стоит сейчас и проспект Победы. Там, кстати, утром я могу по своему личному опыту сказать, что простоять можно не меньше получаса. Также сейчас очень большая пробка Новоровского. Сейчас я покажу. Видно, что они отмечены бордовым цветом на Ленина. Пробка красного цвета. В принципе, центральные артерии транспортные как раз-таки сейчас стоят. Поэтому, если вы еще не вышли на работу, не вышли из дома, то советую, конечно, поспешить, чтобы не опоздать на работу, на учебу. Вот я сейчас чуть немного отошла от дороги. Хочу вам сказать, что, конечно, это все замечательно, но у меня для вас другая новость, намного более позитивная. Кроме утренних пробок, сегодня по всему миру отмечают День Доброты. Это значит, что нужно максимально в хорошем настроении его встретить. Пожелать всем не просто доброго, бодрого утра, а, может быть, сделать что-то приятное для своих близких, для себя, какое-нибудь доброе дело. Потому что в тот день, когда вы куда-то опаздываете по городу, пробки, настроения, ну, совсем никакого нет. Лучше, конечно, сохранять самообладание, оставаться добрыми людьми и дарить хорошее настроение окружающим. Коллеги, передаю вам слово. Спасибо, Танечка. Спасибо, мои хорошие. Кстати, по поводу Дня Доброты. Я вот прочитал советы, значит, что можно хорошего сделать. И оказалось, что вот самая замечательная помощь для пожилых людей, это просто выслушать о том, какие они были в молодости. И я вот недавно, на днях, пообщался со своей бабушкой. Оказалось, что она была сибирская хулиганка. То есть, то есть, то есть. То есть, получается, она в школе ходила, всех дразнила, смело задиралась. И оказалось, что у нее было много старших братьев, которые ни в коем случае ее не давали в обиду. И она чувствовала абсолютную уверенность, что любая выходка ей сойдет с рук. В общем, и ее немножко даже боялись. Ну, я сейчас как раз прочитала новость о том, что в Сибири вот сегодня... Ну, ее сегодня выложили. Мальчик проплыл километр в ледяной воде, чтобы спасти маленькую девочку. Но подробности мы расскажем, наверное, попозже. Почитаем, как это все произошло. Но еще хочется рассказать не только о спасении маленькой девочки, но и все вы, наверное, видели ролик, на котором спасатель... Как спасатель? Рабочий просто спасает собаку. Вот сейчас, в принципе, с ним уже удалось даже найти его и пообщаться. Спасает собаку, забравшись в ковш. И спасает ее из ледяной воды. И видео облетело в сети, и даже инстаграм многих знаменитых людей. Вот сейчас вы можете на своих экранах видеть, что спасителем оказался обычный рабочий Алексей Базанов. Мужчина рассказала, как ему удалось собрать собакина, достать собакина из воды. И было около трех часов ночи, как раз он рассказывает, что в районе технику заглашили и услышали, как собака лает. При том, что, несмотря на огромный риск, вот в уголку своего экрана можете видеть, что прям-таки нависает в ковше над льдами, над льдом, и спасает животное. Когда его достали, как рассказал мужчина, собака очень... Несколько часов даже ходить не могла. Тем не менее, с трех ночи, до семи утра она с ними отогрелась, оживилась, ее покормили. И она спокойненько в себя убежала по своим делам. Вот такой вот герой среди нас, даже когда это, знаешь, как бы бытовое для кого-то случайно. В самом деле нет, в этом и есть та самая доброта, о которой ты сегодня так много говоришь. Я думаю, для собачки понравилась помощь, а понадобилось время для реабилитации, для того, чтобы она пришла в себя. Да, ну а тем временем я уже готова с вами поделиться новостями не только из всемирной сети, но и из нашего филиала в городе Евпатория, филиала телерадиокомпании «Крым». Наши коллеги из новостной редакции прямо сейчас на связи со студией. Анастасия Крапивина готова рассказать об актуальных на данный момент событиях. И, Настя, доброе утро, мы тебя внимательно слушаем. Доброе утро, студия. Евпатория продолжает свой путь за звание Всероссийской детской здравницы. У нас в городе открыли первый в Крыму театр юного зрителя, и у нас в гостях его актер и режиссер Сергей Новиков. А поговорим мы сегодня с вами об уникальном проекте «Своеобразные читки». Расскажите, чему посвящена она. Здравствуйте. Ну, читка посвящена вхождению, столетию вхождения Красной Армии в Евпаторию. 13 ноября как раз вот сегодня столетие, собственно, произошло. Расскажите, что в принципе такое читка, чем это отличается от спектакля? Читка — это такой своеобразный эскиз спектакля. То есть мы опробуем материал на зрителя, читки проходят по-разному. Иногда актеры учат наизусть, но в большинстве случаев актеры читают с листа, сидя просто на стульчиках. Мы же стараемся каждый раз делать такие эскизы, то есть одеться уже в костюмы, подготовить музыку, свет, все выстроить, чтобы зрителю было интересно, комфортно. Чем уникальным будет сегодня представление? Сегодня будет уникально тем, что впервые мы проводим читку с живым аккомпанементом. То есть у нас будет параллельно, не параллельно, будет выступать группа «Приморский бульвар». Они будут находиться вместе с артистом на сцене, они будут у него за спиной, будут поддерживать его песни. В общем, прозвучат песни революционные и «Варшавянка», и «Народные полюшка-поле», и многие другие. В общем, приходите, увидите, будет интересно. Я знаю, что вы и актер, и режиссер этого спектакля. Расскажите, как проходила подготовка? Как проходила? Ну, мы вспомнили про то, что, ну, во-первых, у нас в Евпатории есть улица 13 ноября, невозможно забыть про это, и мы вспомнили, что как раз будет столетие. Нашли материал Аркадия Гайдара, сказка о подвиге «Мальчишак и мальчиша». Я сейчас не скажу название, вот, конечно же, полное. И договорились с группой на благотворительном начале, то, что они придут. Попробовали, отправили материал, они почитали, их это заинтересовало тоже. И вот мы все вместе репетировали, встречались вечерами, потому что артисты музыкальные тоже работают, у них тоже свои дела. Да, встречались вечерами, репетировали, куда-то там вставляли музыку и так далее. И, в общем, все получилось. Долго готовились? Ну, готовились, да, несколько недель, конечно. Это невозможно просто взять, собраться, там, прочитать. Даже нужно вчитать текст, в нужном моменте играть музыку, петь песни. В общем, да, несколько недель была подготовка. Мне всегда было очень интересно, сколько человек, в принципе, работает над созданием одного спектакля. Здесь всего один актер, сопровождение музыкальное. Кто еще, сколько всего человек готовит даже небольшую учитку? Ну, во-первых, у нас в театре огромная команда, которая подготавливает спектакли, потому что мы имеем свои и пошивочные цеха, и бутафорские цеха. Естественно, конечно, и звукорежиссеры, и осветители, помощники режиссеров, режиссеры, костюмеры, гримеры, постижеры, потому что, допустим, пришлось делать нашивки, чтобы было ощущение того времени именно на костюм. Это опять же по шивочным цехам. Гримеры будут гримировать. Огромная команда, на самом деле, сейчас не хватит пальцев на руках и ногах, чтобы всех перечислить. А труппа большая и увеличилась ли она с получением нового статуса? Труппа, да, большая. Ну, не то чтобы большая, потому что есть театры огромные, в которых там и 70, и 80 артистов. Да, у нас пока еще не так, но мы растем, стараемся. Артисты продолжают присылать заявки нашим художественным руководителям, чтобы прийти служить к нам в театр. Уже увеличилось. Да, у нас труппа много из разных городов приехало артистов. Ну, если быть точно, я не скажу, потому что артисты приехали. Сначала было у нас немного, а теперь, наверное, у нас человек 18, наверное, теперь. Я знаю, что вы тоже не эвпаторец коренной, вы тоже приехали. Расскажите, откуда и почему выбрали именно эвпаторию? Выбрал я эвпаторию по такому счастливому случаю, я бы сказал. В 2009 году я приехал сюда первый раз на фестиваль «Земля, театр, дети», и тогда я еще был студентом третьего курса Самарской государственной академии культуры и искусств. Я приехал сюда, меня поразил этот фестиваль, поразил он масштаб, грандиозность, феерия, чувств. Я недавно случайно наткнулся на видео, где я там совсем еще молодой, сижу в зале, хлопаю радостно, просто. И мне кажется, тогда именно закралась у меня такая мысль, что я хочу здесь работать. Да, но судьба распорядилась так, что 5 лет я проработал в Самарском театре юного зрителя, театр «Самарт», и в итоге я все-таки выполнил свою мечту, я сюда приехал, попробовался, и меня взяли на работу. Не только артистом, но и режиссером. А сам город нравится вам? Да, город замечательный. Я не знаю, это мой любимый город в Крыму. Я поездил по Крыму, посмотрел разные города, и на гастролях, и просто путешествовал. Но и в Паторе, это самое, по-моему, уютное местечко, самое замечательное, которое есть в Крыму. Здесь тихо, спокойно, красиво, да еще и море. Люди хорошие, приветливые, замечательные. Прекрасно. Расскажите, что в ближайших планах у Тюза и непосредственно у вас, какие у вас будут ближайшие премьеры и в качестве актера, и в качестве, конечно же, режиссера. В качестве актера и режиссера. Вот как раз такая штука, что я сколько раз зарекался, вот я несколько спектаклей поставил, и в этих же спектаклях играю, сколько раз зарекался, что не буду играть в спектаклях, которые ставлю, потому что это очень тяжело. И со стороны нужно же все видеть, общую картинку. И при этом, как артист, хочется, хочется играть в спектакли, и приходится самого себя тоже занимать. Не потому, что не хватает людей, а потому что... И, конечно же, такая вот штука. А по поводу премьер у нас... В ближайшее время у нас, конечно же, 17-го числа у нас творческий вечер нашего художественного руководителя, я не знаю, я бы сказал, что это премьера. Премьера его, и это будет замечательно. Впереди у нас еще премьера Мюнхгаузена, режиссер Анастасия и Андрей Пермякова, совместно это такой проект. А я буду ставить в 2020 году, Мюнхгаузен тоже, кстати, в 2020 году, я буду ставить «Братец лис» и «Братец кролик шоу». Это такой уникальный спектакль, потому что... зрителю удастся побывать на съемках такого найт-лай-шоу в «Животном мире». Очень интересно будет. Прекрасно. Спасибо вам большое, Сергей, за очень увлекательные беседы. Я думаю, было интересно не только мне, но и нашим зрителям. Мы приглашаем всех в Крымский государственный театр юного зрителя. Премьер будет очень много. А я передаю слово студии. Как у вас было? Большое, Настя, спасибо. Мы желаем и вам хорошего дня. Напомним, что с нами на связи была коллега из Евпаторийского филиала телерадиокомпании «Крым» Анастасия Крапивина. А я тем временем хочу рассказать другую новость, которую прямо сейчас читаю. Это не просто новость, а новость о коте рецидивисте. Чтобы ты понимал, в Штатах, в Соединенных Штатах Америки, одного кота взяли и посадили в камеру одиночку. Дело в том, что этот кот, он в приюте для животных, он постоянно выпускал других кошек на волю. И в итоге одна помочилась на коврик для мыши, другая превратила лоток в лоток ящик для пожертвований. Короче, кошки сносили просто все на своем пути. И владельцы этого приюта, они уже устали просто бороться с этим котом-рецидивистом и решили его вот так вот запереть. Это видео уже давно оценили в социальных сетях. Ну как давно? Ну вот сейчас как раз куча комментариев, и кто-то поддерживает, а кто-то уже даже запустил тематический флешмоб о том, что отпустите кота немедленно. Я думаю, самый идеальный вариант развития вот данной ситуации, чтобы люди немножко поднапряглись и разобрали этих котят скорее себе домой и устроили им убежище, а не клеточку у себя в квартире. Ну вот знаешь, что меня удивляет? Да, вот я когда вижу, сколько котов, кошек на ЮБК, вот Гурзуф, Семииз, это же вообще, по-моему, называется столицей котов крымской. Нет, мы им вполне комфортно. На некоторых домиках, по-моему, в Гурзуфе, если не ошибаюсь, нарисованы даже коты, да, и которые, в принципе, как визитная карточка и такой вот символ Южнобережного Крыма. И тем не менее, недавно там на ЮБК побывал еще и Сашка Ткачев. Он тоже видел такое, что говорит, просто не останетесь равнодушными. Давайте же увидим, что такого он готов нам показать. Милас Черный, Милас Седой. Название этой местности дали древние греки. Темные магматические породы здесь выходят прямо в море. Брызги соли обеляют суровые скалы. В 19 веке над каменистым пляжем был разбит ландшафтный парк и построены усадьбы. История имений, судьбы их хозяев и южная природа притягивают сюда путешественников. Эта малоархитектурная форма называется ротонда. В данном случае она состоит из восьми колонн дорического ордера. Это место по праву считается одним из самых красивых в Миласе. Отсюда открывается потрясающий панорама главной гряды Крымских гор, которая в этом участке называется Байдара Костропольской стеной. Хребты заслоняют узкую полоску берега от ветров с севера. Высота бровки Яйлы больше тысячи метров. Это условие и близость незамерзающего моря обеспечивает уникальный микроклимат. В парке собрана коллекция теплолюбивых растений со всего мира. Однако не все завезенные гости оказались добропорядочными. А вот на этой площадке можно наблюдать два вида растений, которые по праву считаются инвазивными видами. С этой стороны растет опунция энгельмана, а вот здесь растет володушка кустарниковая. Оба растения распространяются абсолютно бесконтрольно и заполоняют все свободные места вдоль южного берега Крыма. Несмотря на пышную зелень, условия этого региона полуострова суровое, знойное и очень сухое лето. Каждая капля воды на счету. Удивительно, что среди этих выжженных склонов в 1830 году был найден уникальный родник. Под этим грандиозным камнем располагается источник, одетый в старинный коптаж. Считается, что вода, которая истекает из-под него, является целебной. По составу близка к Есентуки 20. Так это или нет, я не знаю, но воду попробую, посмотрим. Быть может, она поможет даже такому ветхому старику, как я. По одной из версий, именно месторождение минеральной воды послужило причиной приобретения этого участка земли министром внутренних дел Российской империи графом Львом Перовским. Позднее, по его заказу, архитектором Эльцином был построен один из самых пышных дворцов того времени. Территория имения располагается на крутом 45-градусном дюжнобережном склоне. Сегодня здесь сплошной парк, состоящий из экзотических растений. Пальмы, кедры и, конечно, вечно зеленые кипарисы. Этим деревьям более 150 лет. Они помнят и своего второго хозяина, племянника Льва Перовского, знаменитого Алексея Толстого. Дом ему достался по наследству. Писатель часто проводил здесь летние месяцы и создал много произведений, вдохновленных крымской природой. Вверх по этой лестнице и совсем скоро мы поднимаемся главной усадьбе у сады Перовских. Оно построено в эклектичном вкусе с элементами мавританского стиля. И архитектор, и хозяин имения были последовательны. Восточный колорит присутствует и в интерьерах дворца. Почти не изменилась со времен Перовского и Толстого мавританская гостиная. Лепнина и майоликовые стены – все как при хозяевах. Но если до революции здесь отдыхала аристократия, то сегодня усадьба и парк – достояние народа. Территорию занимает здравница Милас. Территория дворца Перовских является закрытой и принадлежит санаторию. Вход сюда возможен только с экскурсии. Впрочем, иногда здесь проводят концерты классической музыки, исполняемой на старинном инструменте. Поэтому рекомендую абсолютно каждому рано или поздно побывать здесь. Александр Ткачев, Алексей Семенов. Утро нового дня. И вот так с помощью магии, техники мы можем оказаться сейчас прямо в студии новостей, вместе с новостным диктором пообщаться. Сегодня это… Сейчас узнаем, кто это. О, доброе утро, Сергей. Сергей Семенников. Сережа, доброе утро. Саша, Дима, доброе утро. Очень рад вас видеть. Это взаимно. Абсолютно. Расскажи, пожалуйста, Сережечка, что мы сегодня узнаем из выпуска новостей? Чем будете нас радовать? Я надеюсь, что радовать. Традиционно о самом главном в наших выпусках. Итак, начнем с доступной городской среды республики. Наши корреспонденты с разных точек полуострова выйдут в прямой эфир и расскажут о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня узнаем, почему земельные участки в столице Крыма и Бахчисарайском районе самые дорогие на юге России. Далее у нас международная повестка. Отправимся в Ливадийский дворец с иностранными журналистами. Об этом расскажем, как попасть в телевизор. Руководство телекомпании «Крым» познакомит студентов и активную молодежь с перспективами республиканского канала. Не переключайтесь, чтобы быть первыми. Мы не переключимся, а вы знаете, как попасть в телевизор. Спасибо, Сережечка. Спасибо. Обалденно. Поехали. Ну да, на самом деле попасть в телевизор может каждый. Мы рады всегда студентам нашей телерадиокомпании. Но об этом мы расскажем вам уже завтра, потому что, к сожалению, наше время подошло к концу. Мы с Димой будем с вами прощаться. Это 13 ноября. Это среда. Ребят, хорошего дня, настроения. Спасибо, что были с нами. С вами был Дмитрий Попов. И Александр Карнович. Хорошего вам дня. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok